Мы можем сплотиться, когда у нас есть какой-то один враг, одна общая проблема, и мы готовы. Но когда этого нет, мы начинаем сами себя же поедать. Надо долго-долго-долго делать, что не хочется, чтобы потом делать, что хочется. Люди стали меньше расистами, да нифига, просто они боятся закона. Иногда пропадает желание помогать, потому что ты уже не знаешь, кому верить. Приезжаешь в Сан-Франциско, а в центре столько бездомных людей. Американские садики фиговые, дорогие и фиговые. Это большой показатель развития нашего сообщества здесь. Кредиты гигантские на то, чтобы накормить половину деревни, которые все равно останутся недовольны. У нас в Кыргызстане гораздо лучше, чем в Америке. Скоро мемы, да? Да, да. Арван Здардо Стор, добро пожаловать на очередной выпуск. Сегодня я нахожусь в гостях студии ITM Group. Большая благодарность хозяевам этой студии. Сегодня у нас замечательный гость. Хочу поприветствовать Тимура Теленова. Здравствуйте. Привет всем. Привет, Миран. Да. Тимур Теленов сегодня будет гостем нашей передачи. Сегодня мы хотим поговорить про жизнь карказов в Америке. Как живут наши соотечественники в такой прекрасной стране, скажем. И с чем они сталкиваются. Какие плюсы и минусы. Откровенный разговор о жизни карказов в Америке. Супер. Миран, добро пожаловать. Сегодня такой первый опыт гостя в студии своей же. Это очень так необычно. Обычно я задаю вопросы. Сегодня классный разговор будет, потому что мы редко говорим на разные темы. В основном мы говорим или про тракинг, или про бизнес, про какую-то узкую тему. Здесь мы поговорим, наверное, в целом о жизни, на Чили. Я думаю, будет классно. Да. Находясь в Америке более двух месяцев, я заметил, что в основном ты больше двух часов проводишь дороги. И в основном подкасты, длинные передачи ты смотришь, проезжая с точки А в точку Б, и слушаешь. И хочется записать сегодня такой разговор, который, проезжая с дома на работу, с работы домой, как бы наши слушатели, зрители будут тоже вовлечены в эту дискуссию, в диалог. С чем-то будет соглашаться, с чем-то будет спорить. Но будет интересно. Согласен. В целом, хотелось бы для начала раскрыть немного вас, как долго вы в Америке, у вас семья есть. Не могли бы вы рассказать о жизни? Да, с удовольствием. Ровно шесть дней назад, было 14 июня, и я приехал в Америку с супругой, уже на ПМЖ, 14 июня 2014 года. То есть ровно 10 лет. 10 лет. Полный у нас буквально неделю назад. Мы сделали такую маленькую посиделку дома с детьми в маленьком кругу семьи. Для нас такая тоже большая дата. Поздравляю. Спасибо большое, годовщина. До этого я здесь был, учился в high school, студент по обмену, Axels, Flex, да? Flex, да. В Орегоне, это было в Орегоне, классный штат. И так что вот 10 лет женат, да, многие знают, четверо детей, два мальчика, две девочки, самые мои сокровища. И в принципе, все, что сейчас делается, наверное, с их рождения, мы начали в нашей семье делать ради детей. Конечно, и себя не забываем, это глупо было бы о себе не думать. Но все равно все с мыслью о том, что дальше детям оставить. Это банально, но оказывается, жизнь вот такая, когда приходит какой-то возраст, примерно 35-40, когда у тебя уже семья и дети, уже мышление по-другому. Какое наследство вы оставите после себя, скажем так? Да, вот наследство. Кстати, об этом тоже поговорим. Если честно, нету какой-то большой страсти оставить им какие-то баснословные миллионы. Я не думаю, что это прям будет им полезно, хотя, наверное, да. Но больше хочется из них вырастить правильных, хороших людей, которых вырастили наши родители в лице нас. И вот хочется эту миссию дальше продолжить. Так что как-то так. Ваш продукт, это ваши дети, как бы вы, мы, это продукты наших родителей, да? Сто процентов. Сансара крутится, мы должны после себя оставить хорошее поколение. И все равно все мы к этому приходим, какое-то молодое поколение еще не понимает, они думают, что за старые взгляды. Но приходит этот момент в жизни, я думаю, почти каждого человека, когда мы начинаем об этом задумываться. Поэтому все наши проекты, и в том числе и бизнес-проекты, направлены на вообще, на то, что мы оставим после себя. Да. Вот расскажите, пожалуйста, приехав 10 лет назад в Америку, какой была Америка тогда? Как вы вот первые впечатления впитали в себя? Как это было? Самый первый раз, когда я сюда приехал, это был 2006 год, и мне тогда было 17 лет. Мне вот 18 исполнилось здесь, и я был в небольшом городке в Орегоне, да, это Спрингфилд, классный город. Кстати, про Спрингфилд. Это единственный город, который существует, который есть в каждом штате Америки. Спрингфилд. Да, в каждом штате есть Спрингфилд. Даже в Симпсонах, кстати, Спрингфилд был. Так вот, я тогда был молодой, и, честно говоря, все равно же ты школьник, ты живешь там под крышей, тогда еще хост родителей, все равно зависишь как-то от денег. И тогда еще не понял я Америку. Но когда мы приехали, нам было, сколько, по 25, да, получается, по 25 лет было, и мы приехали с супругой сразу же в Нью-Йорк. Конечно, Америка была тогда 100% другая. Вот, кстати, тогда, когда мы приехали, и когда мы слушали местных ребят, которые здесь были по 5-10 лет, а в основном это были русские, украинцы, потому что наших здесь мало очень было на тот момент. Они говорили, блин, Америка уже другая, вот в наше время, начало 2000-х было по-другому. И такой сидишь, думаешь, ну, что может быть другое, вроде бы классная Америка, что-то жалуешься. И вот ровно через 10 лет мы сидим, вот я сейчас сижу и думаю, блин, Америка была другая, было лучше. Такое ощущение, что, ну, в чем-то же, наверное, жалуемся тоже. Но действительно было по-другому. Было 100% безопаснее, прям гарантированно безопаснее было в больших городах, включая Нью-Йорк. Ночью там в 3 часа пройтись или сесть на метро, прокатнуться было не проблема. Сейчас, нет, спасибо, даже сейчас там в 10 я не пойду в метро. Люди проще были, дешевле все, естественно, было. В целом, я думаю, даже 10 лет назад не было такого влияния интернета и соцсетей, как сейчас. А это, хотим мы не хотим, очень сильно влияет, оказывается, на наше полное развитие, на наше мировоззрение. Так что тогда мне Америка нравилась больше. Несмотря на то, что мы были очень, ну, скажем так, мало зарабатывали, реально выживали в то время финансово. А сейчас, дай бог, живем нормально, но все равно та Америка была как-то проще, что ли. Ну, и мы моложе были. Вспоминая как раз-таки тот период, когда вот только формировались здесь, да, это, наверное, тоже такие приятные воспоминания, да, то есть когда степ-бай-степ, да, с одного на второе. Я хотел рилс сделать, мне времени не хватило, я хотел рилс на 10-летие сделать, я такой сижу, думаю, вот сегодня я сейчас приду и сделаю там такую верстку за 10 лет, с чего мы начинали, да, что мы делали, за сколько мы работали, в каких условиях мы жили до нынешнего момента. Лень было перелистывать эти 10-15 тысяч фотографий, но я думаю, как-то это надо сделать как напоминание, в первую очередь, для себя, потому что когда каждый день живешь в своей суете, ты иногда забываешь оглядываться назад, вот остановиться, посмотреть, типа, с чего ты начал, через что ты прошел. И вот когда мы останавливаемся и о себе это напоминаем, мы автоматически начинаем благодарить то положение, где мы сейчас находимся. Поэтому совет, почаще это делать, и себе мы тоже, наверное, мы с женой сделали такое, не то, что правило, у нас традиция есть, каждые там несколько недель мы выезжаем там в город, да, оставляем детей с нянечкой или там со старшей дочкой, и просто по городу гуляем там в свидание, в ресторан, куда-нибудь погулять или в отеле остаться. И в эти моменты как раз мы сидим и вспоминаем, каково было в те годы, для того, чтобы напомнить себе то, что, ну, во-первых, и дальше еще не предел, нам еще есть куда расти, но и не забывать и благодарить за все, что у нас сейчас есть. Супер. Это напоминание себе, да, о том, что было, есть и будет. Если поговорить о переезде в Америку, то вот я замечаю, что в основном люди, которые переезжают с одной стороны в другую, они уезжают от чего-то или они едут к чему-то, да? То есть это же тоже два разных, две разные установки, которые человек себе ставит, да? Вот какая установка была у вас? Мы сто процентов ехали к чему-то. Мы и в Бишкеке, и многие знакомые, наверное, увидят сейчас подкаст, довольно-таки хорошо себя чувствовали, было комфортно, но нам стало какой-то момент, мы уже говорили об этом, стало тесно. Тесно в плане, такой момент был, ты или должен какие-то начать связи иметь и что-то большое сделать, но в этот же момент страшно было то, что могут прийти и отжать, что до сих пор у нас реальность, к сожалению. И просто решили попробовать, попробовали, нам понравилось и решили остаться. Но мы ехали к чему-то, и до сих пор мы живем этим желанием дальше расти и к чему-то стремиться. Правильно подметил, что многие ребята уезжают, убегают от чего-то, правильно? От насилия бывает, да? У всех ситуация разная. Но, со своей стороны, со своей колокольни я хочу сказать следующее. Именно то наше положение, что мы не убегали от чего-то, а шли к чему-то, нам помогло, наверное, с нашим мышлением. То есть мы всегда знали, надо будет, вернемся обратно, надо будет, вернемся обратно, куча других стран есть, есть Россия, есть Казахстан, есть Европа. То есть мы как-то, у нас не было вот этой идеей, вот все это последняя наша инстанция, всеми зубами должны быть здесь. И до сих пор сейчас так считаю. Если что-то, вдруг как-то, куча других стран есть. И наоборот, даже сейчас мы понимаем, что, скорее всего, в следующие 5-7 лет мы поменяем место жительства. Цифровые кочевники, да, современные? Скорее всего, да. Ну, блин, мир такой большой, он такой интересный. А мы как-то, вот это наше мышление, лично про себя буду говорить, про мое мышление, то, что вот, Америка, величайшая страна, в чем-то, наверное, да. И вот комфортно сел, вот так нужно всю жизнь прожить. Нафига? Ну, зачем? Я думаю, что мы обязательно попробуем другую страну тоже. Будет тяжело, я думаю, но этим и интересно. Вот это каждое преодоление каких-то сложностей, вот это реально кайф дает. Новый челлендж, да? Да, это реально кайф дает, потому что, да и мир такой интересный. Вот сейчас смотришь на, блин, заезженные темы на тот же самый, там, Китай, те же самые Эмираты и так далее, они давно уже перешагнули США в плане развития и инфраструктуры, и вообще в целом безопасности, обучение, образование. Поэтому хочется попробовать те страны тоже. Да, и показать и детям тоже, да, в целом, какой мир большой, какие культуры, да? Особенно культуры, да, особенно культуры. Здесь из-за микса культур, здесь люди теряют себя, здесь люди начинают… Мы в какой-то степени потеряли себя, когда мы только сюда переехали, такие либеральные, свобода, мы там что делаем, что хотим, то и делаем, вот такая должна быть на самом деле жизнь. И мы где-то, я прям признаюсь, где-то мы даже забыли про свои, там, какие-то кыргызские корни, да, на тот момент казалось, типа, да, всё, я учу, уехал, я теперь буду здесь. Но, как видим сейчас, я говорю, я язык кыргызский выучил здесь, я стал, наверное, в сто раз более кыргыз здесь, потому что понял, что без нашей истории, без нашего, без наших предков, без нашей культуры, ну, кто мы? Мы ничем не отличаемся от всех остальных наций, и хочется, во-первых, хочется отличиться, а во-вторых, всё равно своего тянет к своему. Мы здесь все чужие в этой стране, абсолютно все, и белые, кроме красных, да, кроме индейцев, и белые, и жёлтые, и чёрные, как говорится, мы все здесь гости, поэтому, наверное, вдали от родин мы начинаем вот так кучковаться, потому что скучаем по дому где-то в глубине души, в сердце. А когда у вас родились дети, наверное, это ещё больше пробудилось, да? То есть, что, какие ценности дети тоже впитают, фундаментальные, которые, скажем, впитали вы в своём детстве, да, то есть любовь к своей малой родине, там, любовь к языку, ну, то есть культурное наследие, которое с поколения в поколение передавалось, да, культурный код? Нет, культурный код обязательно, наше отношение к старшим, к родителям, к близким, вообще отношение к жизни, то, что не всё материальное, а всё-таки Адам Герчелик по-нашему, да, я даже не знаю, как это перевести. Человечность не совсем отдаёт, перевод слова, как человечность, не совсем передаёт весь смысл слова Адам Герчелик. И мы, наверное, очень сейчас сильно паримся о том, чтобы наши дети не были избалованными тинейджерами свободной страны, а мы хотим, чтобы у них всё равно это какое-то, как вы сказали, культурное наследие было. Но это очень важно. Да, в целом, наблюдая за, скажем, вот ваше поколение, это первое поколение, скажем, тех, кто оседает в Америке, у них появляются здесь дети, и люди вашего возраста задаются вопросом, а будут ли мои дети также вкладывать в семью, то есть, скажем так, вы как бы и заботитесь о старших, и заботитесь о младших, да, и будут ли также, скажем, дети, да, то есть, будет ли это долг, да, такой, скажем, условно, помогать родным, близким, или же это больше они будут избалованы, и больше эгоистический образ жизни, ну, который есть в Америке, да, то есть, ну, есть я, мои личные границы, и я считаю нужным так, как я хочу, да. Блин, если честно, вот я много раз говорил, да и многие, наверное, мы лукавим, когда говорим, вот, дети вырастут, мы их трогать не будем, пусть сами по себе растут, главное, чтобы они были счастливы. Если копнуть лично про себя говорю, мне бы хотелось бы, чтобы мои дети в будущем тоже, не то, что, я не хочу обузы им быть, стопудово не хочу, но тоже будет, конечно же, приятно, когда они будут уделять достаточно внимания, по-любому. Да, может быть, сейчас модно так говорить, или так, общество так предрасполагает то, что надо, чтобы дети сами в своей жизни жили, мы, родители, сами по себе будем. Конечно, так и будет, но если мои дети будут часто звонить, часто навещать и вообще интересоваться нашей жизнью, конечно, мы этого хотим. Но мы будем стараться так вырасти своих детей, очень сильно, но я в это же время не хочу насадить на них очень такие... Ярлыки, да? Ярлыки, с которыми мы выросли, потому что многие из них мешают нам, до сих пор нам мешают такие границы, которые нам нарисовали ещё в советское время. Вот это такая тонкая грань между, вроде бы и так хочешь, но ей нужно не перестараться. Золотая середина. Да, тяжело, кстати, вот баланс держать, всё насчёт баланса вообще, везде важен баланс, это очень тяжело. Да, если говорить о том, что ярлыки, которые, скажем, насадили именно старое поколение, да, то мы видим, что здесь каргызы, они их рассматривают больше, знаете, как ресурс. То есть те же самые родственники, которые в сёлах, в городах, ты живёшь в Америке, ты зарабатываешь деньги, отправляй сюда. И находясь долго с такой установкой, то, что я здесь должен помогать родным, они становятся где-то иждивенцами, потому что они ожидают, что к тебе будет постоянно приходить извне. А человек, когда много даёт, но не получает взамен, то есть что я получаю взамен, да, где-то там тебе скажут «молодец», дадут похвалы, но этого недостаточно в какой-то мере. То есть ты же хочешь, чтобы те люди тоже смогли подняться, вырасти и тоже свой вклад сделать. Но зачастую, разговаривая здесь с людьми, есть какая-то обида, что на меня смотрят больше как на ресурс, а не как на человека, который тоже хочет реализоваться. У меня тоже есть свои мечты, но почему-то я больше работаю ради того, чтобы там жилось хорошо. Вот, если эту тему затронуть. 100%, прямо в точку. Но сейчас вот обсудим, наверное, две категории людей. Есть категория людей, которые приехали сюда, прямо как гастарбайтер на заработке. С этим ничего нету плохого или хорошего, это факт. Приехали сюда, поработали 5-6-7 лет на траке, заработали, отправили домой, купили себе там дом построили, машину купили родителям, то и сделают, и там может невеста уже готовая. Это одно направление, нормально. То есть это такая цель уже, скажем, да? Да, это уже цель, то есть люди знали, на что идут, и это их цель, как наши уезжали в Россию в свое время, it's fine. Но вот когда ребята приезжают сюда и знают, что будут здесь, скорее всего, всю жизнь жить, и отправляют, правильно, почти чуть ли не до каждой копейки домой. Слушай, я ни в чу семью не лезу, если это вам так нужно, значит нужно. Но потом, как правильно было сказано, какие-то обиды появляются, или та сторона в Кыргызстане прям начинает уже потихоньку наглеть, еще одна квартира, еще одна машина, получше машина. Это уже, наверное, надо пресекать. И мы, что их обсуждать, я лучше давайте про свою семью скажу. У нас принцип такой, что мы не хотим давать рыбу, мы хотим научить рыбачить. То есть поддерживали родственников, конечно, как и они в свое время меня вырастили, поддерживали, памперсы меня меняли, конечно, я считаю, что я должен это сделать. Но ежедневенцами их делать тоже неправильно, может, они этого не понимают кто-то, но я это вижу, что до добра не доведет. Во-первых, у меня своя немаленькая семья есть, которую нужно кормить. Во-вторых, ну сколько я могу помогать? Ну какое-то время, может год, может два, может больше, а в конце концов это может закончиться. Но если за это время научить ребят ловить рыбу, правильно распределять деньги, или изначально дать им капитал, чтобы они раскрутились, без проблем, вообще без проблем. Но вот ежемесячно, не то что кормить, ежемесячно как должное, здесь страдаешь, здесь тебе не хватает элементарно там себе, не знаю, зубы вылечить. Но ты все отправляешь туда, а эти там деньги у нас просто чачало той лорда, у нас только, кажется, той хана появилась, зубы шки, прям шок. Это, я думаю, неправильно. Это просто с твоего кармана перетекает к карману владельцев ресторанов или там, не знаю, животноводов и так далее. Зачем? Да, в какой-то мере это бустит экономику, но в долгосрочном периоде оно сыграет злую шутку. Конечно, это же искусственный буст. Если бы эти деньги пошли бы на построение там школ или на какое-то образование твоим братишкам, сестренкам хорошее, или что-то, что дальше будет развиваться и приносить пользу, да 100%, отдавай, там, я не знаю, 90% своей прибыли. А просто попить, пожрать, как говорится, зачем? Вот этот наш менталитет нужно жёстко менять. Это точно. Приехав в Америку, чему вы научились, вот вы же как-то научились жить заново, скажем, да? И вот какие вещи вот вы себя впитали и что вы начали делать, скажем, так, как не делали раньше? Блин, хороший вопрос. Я, как-то, кажется, об этом даже не задумывался. Сто пудово мы начали жить, уже заново начали жизнь, но нам повезло, нам было всего лишь по 25-24 условно. Ребятам сейчас, которые приезжают, которым 30-40, да им тяжелее, просто язык, там, новые устои, заново тяжело. Но что мы научились в Америке? Я, наверное, даже, может, три постараюсь вещи назвать. Первое, да, наверное, храбрость и смелость. Смелость не в плане пойти с кем-то подраться, а... Проявленность. Можно, да, можно попробовать что-то, обожжёшься, потеряешь деньги или потеряешь время, и это окей, ты попробовал. Ну, чтобы не просто сидеть в страхе и не пробовать, потому что не получится, и находить в себе причины. А вот попробовал, получилось, попёрло, классно. Нет, ну, и это окей, значит, надо или ещё раз попробовать, или что-то другое идти. Вот смелость в этом плане, да, как подпринимателя. Первое, что научился. Второе, что не нужно ссувать нос в чужие дела. То же самое не нужно позволять ссувать нос в твои дела. Всё равно мы страна маленькая, всё равно у нас очень сильно такой, там, семейная подоплёка есть в плане, что каждый начинает тебе диктовать. Ты, там, один, у тебя, там, может быть, 10 дядей, тёти, и каждый знает, как нужно. Нафиг. Ну, я не говорю, что они плохого желают. Конечно, они желают хорошего, но они же не знают, что у тебя вообще в целом происходит. Жизнь-то проживаете вы здесь. Вот именно. Поэтому вот второе, то, что не нужно париться о том, о чём они думают, и не нужно лезть советами непрошенными. Вот для меня это сейчас так ненормально, то, что можно в Кыргызстане, то время было, а может до сих пор сейчас есть, можно подойти, просто сказать, что сколько женаты, а что детей нету, или там, что не беременеешь, или там, когда женишься, или там, сколько зарабатываешь. Такие вопросы сейчас мне прямо ухо режут. Я думаю, как это можно, это не твоё дело вообще. А у нас это была норма, и мы как-то вот обществом эту норму сами и создаём. Так вот, второе это было, что не нужно лезть в чужие дела. И третье. Третье, наверное, интересно, что третье такое нам сильно… Ну вот, как вот, скажем, вот вы же приехали сюда женой, то есть, возможно, что-то вот как-то семейное. Да, абсолютно. Я был, я считал себя таким современным в Кыргызстане, всё равно был такой хыргызбай в чём-то, в семейных отношениях, и здесь, да, сто процентов поменялось. Спасибо за подсказку, реально так и получилось, то, что здесь у нас отношения семейные, вообще взаимоотношения между нами с женой, и вообще наши взаимоотношения с детьми сильно здесь поменялись. У нас более партнёрские-доверительные отношения, где мы не боимся друг другу рассказать правду, спросить совета, где мы на равных правах что-то решаем, а не так, как часто у нас привыкли, типа, я глава семьи, я зарабатываю, типа, всё, я что сказал, то и будет. Так что вот, да, вот эти три вещи, наверное, самые сильные, которые поменялись в нашей жизни. Да. Ну, в целом, касательно вашего переезда, вы жили в Нью-Йорке, получается, первое время, да, и переехали в Чикаго, да, сразу же. Вот, если Нью-Йорк, скажем, это такой город, большой мегаполис, да, на то время, Чикаго тоже немаленький, большой, но переехав в Чикаго, кыргызов было меньше тысячи человек, наверное, да, где-то даже. Ну, что-то примерно. Там, в Чикаго, по-любому было кыргызов больше, чем в Нью-Йорке, даже на тот момент. Мы жили в Нью-Йорке 14-й, 15-й, 16-й и 17-й год, потом переехали сюда. Когда мы, когда мы переехали, конечно, у людей было гораздо меньше здесь, в Чикаго, ну, во-первых, чем сейчас, обвеслый, и мы думали, мы думали то, что, мы никогда не думали то, что сейчас то, что происходит здесь, комьюнити, сколько здесь кыргызов, сколько у нас ресторанов, бизнесов и так далее, вообще в голове, вообще не было, просто честно. Мы думали там, один-два ресторана, может быть, или там что-то еще, но честно, за короткий период времени мы были вот здесь, поднялись вот отсюда, не в плане денег, да, но в плане того, что наше общество, количество было вот здесь, нас никто не знал, мы ничего не знали, и за несколько лет прям выстрелили, это очень радует. Ну, если посмотреть со стороны, объективно на то, что сейчас большое количество кыргызов проживает все равно на Мидвестии, в Чикаго, то что можно в целом сказать, да, о кыргызах, то есть открывают заведения, идут в траковый бизнес, ребята работают на доставке, работают в такси, и это нехорошо, неплохо, это факт, но со стороны, как бы вот описали нынешнюю ситуацию, вот, да, то, что сейчас происходит. Я даже скажу так, из всех, из всех штатов и городов, где наши диаспоры есть, а это вот самые большие, это Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, где у нас в Огайо, да, много, в разных городах, причем в Уэй, да, на Уэст-Косте есть. Самое большое количество, конечно же, здесь, но и самое большое количество предпринимателей, это будет в Чикаго, потому что мы как-то друг друга начинаем тянуть, мы, смотря на других, тоже начинаем чему-то учиться и пробовать, не боясь, и все равно у нас общество такое, то, что мы друг друга поддерживаем, вот, даже вот ребята прекрасно знают, новые рестораны кроются, новая кафешка, новый салон, мы в первую очередь бежим туда, новая автомойка, да, потому что мы в первую очередь бежим туда, чтобы лучше я эти, там, 10 долларов условно понесу, отдам своему человеку, я могу даже его не знать, но само то, что я поддерживаю наш социальный бизнес, ну, мне от этого приятно, то же самое к нам многие приходят со своими бизнесами, как клиенты. Снимаемся в студии и Team Group, и тоже много о чем говорит. Здесь полегче в плане начать бизнес, если вы только переехали в США и хотите начать бизнес, не специфически в плане, там, IT или что-то такое, да, то, честно, приглашаю вас только в Чикаго, потому что количество предпринимателей, крыгазов наших здесь, я, наверное, по всем другим штатам соберешь, столько не выйдет, комбайн, ну, не выйдет. И это тоже нам, это такой снежный ком, как начался катиться, он просто растет, растет, растет. Каждую неделю у нас какие-то открытия салонов, ресторанов, дилерских, еще каких-то магазинов, то есть постоянно какое-то открытие есть. Да, недавно было открытие школы Silk Road, куда вы хотите тоже своих детей отправить. Если немножко поговорить об образовании, то есть вот есть садики, есть школы, то что вы можете сказать, как родитель, да? Американские садики фиговые, дорогие фиговые. Мы ходили в лучшие садики, которые есть в Чикаго, платили, я сейчас даже не хочу говорить, какие-то нереальные деньги за своих детей. Отскажем, чтобы понимать реальность. Хорошо, да. 1400 за ребенка в неделю стоило. В неделю. Да, это умножить на трои детей, потому что я старше в школе. Слишком большие деньги были за те условия, которые мы получали. Это уходило 5000 в неделю, до 5000 в неделю уходило только на их садик. Учитывая то, что образование там как такового не дают, это был больше такой, это может такой day care, да, просто. Люди приходили, оставляли детей, да, бэбиситтеры кушали, спали, смотрели телек и уходили. И питание было ужасное просто. Так что американские садики в большинстве своем мы не рекомендуем. Благо, сначала открылись наши русско-украинско-польские садики, да, вот Children's Land, здесь, еще кто-то, я никому рекламу не делаю, просто это то, куда мы ходили. Там, как у нас, сменная обувь, там вовремя спят, утром горячее питание, какая-то зарядка по утрам, какие-то там А, Б, В, что-то они… Я вижу то, что ребенок возвращается и чему-то научился в садике. Советская система, которая… Что-то такое, да, 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 в купе с американской системой, да, такое хорошее было. И мы начали отдавать детей в такие садики, то есть мы начали ездить, там, за час ехать в одну сторону, лишь бы оставить детей, потому что, опять же, на детях никто здесь не экономит. И слава богу, вот за последние несколько лет, из-за того, что у нас здесь, опять же, огромная диаспора, у нас появились, вот дай бог, первая, первая кыргызская частная образовательная школа Силкрова. Вот в этом году будет открытие, школа как таковой, садик недавно, летнюю школу открыли, и это очень большое, знаменательное событие для нас, потому что в этой школе будут учить не только американскую программу, но еще и кыргызский язык, нашу культуру, адаби, труд, не труд, то есть все по нашей системе. И мы знаем то, что у нас там не будет никаких проблем с алкоголем, наркотиками, потому что школа здесь это начинает, там, с пятого, шестого класса, это уже проблема, верить или нет. Не то, что они все употребляют, а начинают там подпихивать им, да, где-то подсовывать плохие ребята. И садики наши появились здесь, да, идейшек много приехало, которые просто на дому садики открыли, которые там прямо открывают, алипея, да, на кыргызском обучают. То есть вообще показатель того, что мы начали что-то делать не только для денег в плане бизнеса, а также еще и в плане культурного, да, это большой показатель развития нашего сообщества здесь. Вот у нас к РДМИ у нас недавно открылась, арт-школа, где обучают нашим кыргызским танцам. В КСС, Кыргыз-комьюнити-центр проводится уйма разных мероприятий, гимнастика, математика, кыргызский язык, там, выходная школа. Ну, очень много что происходит, потому что детей много, мы еще и рожаем много новых детей. И это... В ближайшие пару лет появится новое поколение. В прошлом году, когда было, по-моему, это был Норус в прошлом году, я в шоке был от количества нового поколения детей. Вот 6-10-12 лет наши кыргызские дети, во-первых, я офигел от количества, как их много, оказывается, они по спортзалу бегали. А во-вторых, мне всегда умиляло, когда я в Америку приехал, мне всегда умиляло увидеть детей корейцев, японцев, китайцев, которые азиаты, как мы выглядим, но флэн, да, чистейший английский. Всегда было как-то, ну, как-то смотрелось cute, да, такое, ну, прикольно. И вот наши дети сейчас такие стали, с ними говоришь на кыргызском, отвечают на английском. И все так быстро меняется, мы даже не представляем, насколько время быстро летит. 10 лет пролетели, да, просто... Очень, очень быстро, очень быстро. И сидишь уже, в свое время мы почти каждого знали, кто в комьюнити есть, почти каждого, у кого есть какая-то траковая компания или какой-то бизнес. Сейчас, ну, просто тысячи. Да, и, соответственно, людей становится больше, и вот когда определенная этническая группа людей переезжает в другие страны и сохраняет определенные элементы своего культурного кода, это можно назвать, наверное, одним из основных, что именно отображает их как тот или иной этнос, да. И в целом, что можно сказать про кыргызов, которые живут в Америке, то есть что они делают здесь, да, то есть это там, возможно, где-то они проводят то и, да, скажем, это тоже имеет место, то есть какая-то праздность, да, где-то какие-то элементы, то есть теряются, какие-то сохраняются. Вот что вы можете со стороны сказать? Пообщавшись с другими, ну, с ребятами из других наций, культур, они все замечают одну черту в нас, и я тоже с ними согласен, мы сплоченные, мы очень сплоченные, в отличие от многих других наших соседних стран. Во-первых, нас мало, у нас всего там, сколько, 7 миллионов у нас уже есть, да, из которых, наверное, лям в России, и здесь у нас уже в США, я не знаю, может, 1150, наверное, может, чуть больше есть, я не знаю. Но, тем не менее, страна маленькая, и хочешь, не хочешь, все кому-то, ком, сват, брат, сосед, у нас, наверное, вот это осталось, то, что элементы дейты, мы, много, наверное, факторов есть, в душе именно нас так научили, мы отзываемся, то есть и узбекские диаспоры, и казахские диаспоры, и украинские, очень часто говорили, то, что вы говорят молодцы, потому что настолько сплоченные, они видят, сколько у нас людей собираются на мероприятия, когда какие-то вещи происходят, там, не дай бог похороны, или что-то еще, то мы прям вместе собираемся, молча идем, и каждый чувствует прям чуть ли не долгом своим, долгом, пойти и помочь. Так что, вот, наверное, сильно нас отличает от многих других. Иногда ребята говорят, ну, что вам, делать нечего, опять вы там собираетесь, опять вы там до 11 ночи будете волонтерить ни за что. Я говорю, в смысле ни за что. Это наша диаспора, это наша компания, конечно, а что, а как должно еще быть? Только так. И это нас сильно отличает. Но, как и с любой другой диаспорой, чем больше растет та же самая диаспора, появляются и плохие люди. И вот за последние пару лет у нас появилось энное количество плохих людей, которые наживаются на незнании, на простоте и на доверии наших же сограждан. Это очень неприятно, но это так и есть. И именно поэтому мы еще больше с усилием начали поддерживать Крыльевский комьюнити-центр, мы начали поддерживать все любые инициативы социальные. Наша огромная благодарность нашему кент-консульству здесь, в Чикаго, который дает нам огромную поддержку нашему населению здесь. И вот у нас у всех вот эта цель есть, чтобы удержать наше общество на хорошем плаву. Если его оставить, то плохие люди везде есть, в любой нации, в любой культуре. И их просто станет много, и общество просто разделится. Поэтому где-то даже медиаторами выступаем в решении каких-то внутренних конфликтов, вопросов. Потому что мы в чужой стране, хочешь не хочешь, и мы здесь должны, мы не можем свои порядки в этой стране навязывать. И поэтому обучаем, делимся информацией с вновь прибывшими, как не попасть здесь в какую-то передрягу. Потому что мошенников много, очень. — Вот мы сейчас сидим в здании Кыргыз-комьюнити-центра. В каком году люди начали вообще проявлять инициативу? Вот нашли это здание, собрали деньги. Вы же уже находились здесь, в Чикаго, да? — Да-да-да. — Вы тоже активно, да, принимали участие в этом? — Обязательно. Не так активно, как многие мои друзья, но сейчас пытаемся восполнить потерянное время. КАСС был небольшой офис на Норссайде, я сейчас улицу не помню. Там тоже проходили какие-то курсы, обучение, там и IT обучали, там приходили дети, типа садиков, хомуз обучали. Это было небольшое здание, там второй этаж здания, буквально, может, три комнаты, что-то такое было. И это было в аренду снято, тогда нас было очень мало. В какой-то момент приехали много новых людей, много активистов, которые сказали, ребята, мы растем, давайте расширяться. И, по-моему, в 2019 году, я могу ошибаться, на год, может, в 2019 году примерно, нашлось это здание. Нашлись те люди, которые первоначально сказали, что мы нашли, то есть им огромное спасибо, нашли здание, договорились. И огромная работа, прежде чем просто прийти и купить, надо найти, изучить все. И начался фандрейзинг, то есть мы всем сообществом тогда еще в разы меньше, чем сейчас, скидывались на это здание. Тогда и траковые компании помогли, тогда с бизнесом, честно говоря, тяжеловато было, было тяжеловато вообще в целом. И вот второй этаж этого помещения, это двухэтажное здание, мы, кстати, ребята, могут посмотреть онлайн, может. Двухэтажное здание, первый этаж и цокольный этаж принадлежит Кыргызском комьюнити-центре, то есть это наша община, куда скидывались все на покупку. И вот ежегодно во время ОРОЗО мы скидываемся, мы как компании, предприниматели или просто любой желающий, мы скидываем деньги в общий котел на поддержание этого здания и расходов по этому зданию. Их много, это налоги, это комуслуги, ну их много, это все курсы, все мероприятия. И второй этаж выкупила компания Монас-экспресс, это наши партнеры, друзья. Ледоколы. Ледоколы, да. Тоже в тракторном бизнесе, да, да. Когда мы тогда уже были не вместе, мы работали вместе как одна команда, одна компания, но на тот момент мы уже разошлись. И они для себя как раз купили второй этаж здания, потому что надо было в целом купить его. И вот мы сейчас здесь. На тот момент, честно говоря, наверное, человек 150 было таких активных, может, ну даже не 150, наверное, человек 100 было активных, которые прям активно собирали деньги, фандрейзинг делали. Сейчас, конечно, это уже гораздо, гораздо больше людей. Да, сейчас вот собирают деньги на Кыргызскую мечеть, да, которую мы знаем, и туда тоже требуются немалые деньги. И в основном так посмотреть то, что мечети поддерживают и помогают вкладываться, это как раз-таки выходцы из Пакистана, из Индии, да, где, то есть, ну, мусульмане, которые здесь это все помогают, все это содержат. И приходя в эти мечети, тоже видишь чистоту, такая атмосфера приятная. И ситуация, которая произошла пару недель назад с Кыргызом и пакистанцами, то есть, и находясь здесь, ты понимаешь, что как бы есть, ну, людей много, индусов, пакистанцев, в количественном соотношении их гораздо больше, чем Кыргызов. Но чувствуешь такое неприятное ощущение, потому что ты ходишь в мечети, которые вложены пакистанцами, да, построены, здесь их тоже много. И вот это вот, то поведение, которое происходило там, которое было, оно немного, как сказать, уят, да, в обход. И даже сейчас Кыргызская мечеть, которая строится, те же самые пакистанцы тоже помогают, насколько я знаю, да, и немалые деньги вкладывают. Как бы, и зная все это, ну, не совсем порядочно, к любым студентам, которые приезжают в Кыргызстан, то есть, потому что здесь тоже есть студенты, и никто не хочет такого же отношения к своим соотечественникам, да? Это у нас в Кыргызстане, ну, в Бишкеке в частности, то, что было, я там вижу две большие, равносильные проблемы. Первая проблема это халатность властей, это можно было пресечь. В маленьком Бишкеке пресечь такое можно за 5 секунд, просто это халатность, типа, а ладно, может даже кто-то наверху сказал, а, давайте час-два дадим им, пусть они поставят их на место. Поэтому это абсолютно халатность властей, потому что ребят каких-то нацистов и нелюбителей другой расы, их полно. Их что в Америке, что в России, что у нас, их полно. Но что их сдерживает, это жесткая власть. Помните, в России были чуть ли не десятилетия, были скинхеды, которые просто на улицу невозможно было ходить. Благодаря строгим властям все равно эти проблемы уже погасили. То же самое здесь в свое время было, помните тот фильм «Американская история X», да, то же самое здесь были скинхеды, которые и ККК был, и много чего было. То есть власть это именно та ветка, которая может это остановить. Что, люди стали меньше расистами, да нифига, просто они боятся закона. То же самое у нас в Кыргызстане, проблема в том, что просто пустили на самотек, типа, и в итоге никто не понес настоящего наказания, а по имиджу страны ударили очень сильно. Очень сильно, да. Я, ну, честно говоря, было очень обидно то, что ребята, которые, бары пары, я ни в коем случае не хочу унижать свою страну, но бары пары из одних из самых сильных стран мира по экономике, по армии, по вообще, это гигантские страны, что Пакистан, что Индия, они приехали к нам за лучшей жизнью, студенты, подрабатывают, там, что, что себе могли оформлять. Я, честно говоря, может, у них есть какие-то парочка плохих людей, но где их нет? В целом, они же безобидные, я никогда не чувствовал какую-то опасность от пакистанцев или индусов, потому что они сами посижу, они сами по себе в своей диаспоре живут, там, кушают, готовят, поют. Ну, why not? Почему мы должны лезть? И вот первая проблема была то, что мы не, наши власти не среагировали вовремя, и второе, конечно же, lack of education, да, то есть образование у нас очень сильно страдает. Не было, у нашей молодежи, к сожалению, нет вот этого понимания, что рука-рука моет в стране, где чуть ли не половина населения на заработках в других странах, как-то глупо относиться к приезжим в таком свете. Зная то, что, скорее всего, в каждой семье среднего кыргызстанца есть кто-то, кто на заработках в другой стране. Поэтому, я не знаю, это просто, опять же, малообразованные люди. Но мы это можем решить все вместе, каждый из нас, даже те, кто посмотрит этот подкаст, если вы видите в своих знакомых или соседях, или вообще, айлдару, туан-дару, такие высказывания, типа, кыргызстан для кыргызов, ну, надо менять их, и менять их мировоззрение. — Это точно. Кыргызстанцы, да, в первую очередь. И вот, знаете, хотелось бы, так как мы затронули Кыргыз комьюнити-центр и вот Кыргызская мечеть, которая сейчас тоже собирает деньги, и за короткий срок им надо собрать немалую сумму, да, ну, дай бог, чтобы те планы, те намерения, которые есть, они реализовались. Но вот у кыргызов есть такая черта, как вы сказали, сплоченность. То есть мы можем сплотиться, когда у нас есть какой-то один враг, одна общая проблема, и мы готовы. Но когда этого нет, мы начинаем сами себя же поедать. И даже здесь есть сторонники Кыргызской комьюнити-центра, есть те, кто, скажем, не хотят. Ну, это откровенно, то есть просто наблюдая со стороны, разговаривая с разными людьми, ты это видишь, как бы просто где-то становится такой восклицательный знак, то есть почему, как бы мы там начинаем где-то делиться. Конечно, там у каждого своя правда, но истина одна, да, и как бы это всё создавалось с целью того, чтобы сохранить, да, вот тот островочек, где можно проникнуться, как бы сказать, родным, да, краем, посмотреть всё это. Как бы всегда будут те, кто за, всегда будут те, кто против, как бы, но главное идти, да, к своей цели. Собака лает, караван идёт, мы прекрасно знаем, что есть люди, которые и недолюбливают и Кыргызской комьюнити-центр, и нас в каком-то, в какой-то степени, или ещё что-то, но такое будет всегда, мы особо не хотим на них фокусироваться, мы главное знаем, я ни в коем случае не говорю от имени KCC, но я зная миссию и видение, которое совпадает с нашей миссией и видением, моей личной и нашей компанией IT Group, я знаю то, что всё, что делается, это для нашего, чисто для нашего общества, у нас есть абсолютно все отчёты за каждый доллар, который тратит KCC, который мы пожертвовали, мы знаем, что там ребята работают абсолютно честные, которые, ну, по 18-20 часов иногда на мероприятиях работать до поздней ночи, юрту ставить или там шорпо делать и так далее, без слова об оплате, а просто за идею, это та культура, которая у нас здесь есть. И тем ребятам, которые, слухи всегда есть, и тем ребятам, которые в чём-то, может, не согласны или в чём-то сомневаются, то я, наверное, уже здесь уже скажу от имени KCC, можете прийти в любой момент и попросить любые документы и убедиться сами, что всё чисто, и только при одном условии, то, что вы дальше поможете нам достигать нашей цели, то есть прийти сюда элементарно доходить. То есть не просто критиковать и говорить, как там здесь то есть или там то по-другому, условно, да, то есть таких тоже много, советчиков, да. И причём они могут быть правы, какие-то вещи может реально кто-то неправильно делать, придите и помогите, это, ну, абсолютно, если придёте, скажите, ребят, вот здесь вы делаете неправильно, лучше бы надо было здесь, да, блин, супер, если это поможет обществу, давайте вместе. Да, то есть именно смотреть это как общую задачу, да, не так, что, как бы, те сами, мы сами, и мы, как бы, туда не лезем, но всё-таки это же что-то общее, то есть... Ну, вот буквально прошлые выходные, суббота был, суббота с Ксения был футбольный поединок, да, вот у нас мячи здесь, сам экспресс-кап второй, где мы собрали, сколько там команд было? 20? Восемнадцать команд, где разные ребята собрались просто под эгидой футбола, вместе провели классное время, качественно, и на следующий день в этом же месте прошёл финал, и плюс празднование Курбанайта. Столько еды, столько подарков, столько музыки, столько оборудования, всё бесплатно, было свыше трёх тысяч человек, кстати, соскучились по мероприятиям, потому что давно не было мероприятий, все приехали, всё бесплатно, и накормят тебя, и развлекут, и зрелища, и подарок дадут. Что плохого в этом? Это же классно, вдали от родины, когда ты впахиваешь по 15 часов на такси или на доставке, или ты когда на том же самом траке, то, что у тебя есть хотя бы несколько дней в году, где ты можешь приехать, почувствовать себя дома, где ты можешь увидеть многие лица, которые давно не видел, где ты можешь покушать настоящую нашу еду, которая правильно приготовлена. Why not? Стоило это денег? Слава богу, есть куча спонсоров, в этом году был самый основной и главный спонсор, мои друзья и партнёры, Сэмэкспресс, которые на себя взяли львиную долю расходов, это гигантская сумма была, и они то же самое это сделали от души, и было приятно. Приятно, вот Аделет даже был одним из тех, кто на следующий день ещё остатки мяса в павильоне, в Орионе, там, где большинство наших людей живут, у которых денег нет, просто бесплатно раздавали мясо. Я не видел больше никакую общину, который так здесь сделает, и это реально просто греет душу, и мы здесь уже до такого дошли. Это круто, и мы ещё дальше будем делать это, ещё больше. Когда вот был пару дней назад Курманайт, тоже вот я сидел в кругу людей, которые думали, а кому пожертвовать мясо, то есть кому сделать садаха, и в основном, то есть ход мысли был такой то, что в целом есть, если ты в Америке, как бы ты с голоду не пропадёшь, в плане, что у тебя есть там руки, ноги, там пойдёшь на доставку, пойдёшь на такси, то есть тут как бы если та же жизнь как бы опустит тебя до дна, ты всегда сможешь подняться. Вот, и задались вопросом, то есть, а кому действительно вот нужна помощь, и кому действительно нужна помощь в Америке, да, вот если смотреть, ну начнём даже вот с каргызов, да, с каргызстанцев, да, вообще в целом? В основном нужна помощь вновь прибывшим, которые ещё не получили документы, потому что пойти же работать на доставку, тебе нужны документы, как минимум права, аккаунт можно у кого-то в аренду взять, но есть ребята, которые только приехали, и у кого-то жизнь сложилась в том, что они на самые последние деньги сюда приехали. Я абсолютно согласен с тем, что если ты в Америке с голоду, здесь умереть очень тяжело, здесь больше от нормальных изобилия, но всё равно есть какой-то момент, когда нужно людей поддержать, тем же самым мясом, тем же самыми продуктами, и это огромное количество ребят наших здесь делают, это и бизнеса, и магазины, и рестораны, это огромное спасибо им за такую помощь, и да, нужно какое-то время помогать, но опять же здесь нужно баланс держать между ребятами, которые будут на иждивении всегда, и ребятами, которые просто, им нужна была рука, протянули, помогли, они дальше пошли. Интересный такой момент произошёл. Два года назад, или три года назад, ко мне позвонил, я не хочу его имя говорить, ко мне позвонил Бакеша с Нью-Йорка, и рассказал очень, очень слезоточивую историю, что случилось с ним, и попросил денег, окей, помогли, дали денег, и он постоянно начал названивать, я просто, сори, в чёрный список занёс его, потому что слишком много было звонков, и вот буквально несколько, может, месяц назад, или два месяца назад он звонит с другого номера, я поднимаю, слышу опять его голос, и та же самая, ничего не изменилось за три года, абсолютно та же самая, я ему говорю, вы хоть помните меня, я говорю, я это слышал три года назад, я вам уже помог, и не то, что я ему ему миллион долларов дал, но ничего не поменялось, а в то время он говорил то, что нужно чуть-чуть, месяц перекантоваться, и он на работу выйдет, я его причём не обвиняю, просто я к тому, что есть категория людей, которые, зная, что есть люди здесь, которые будут сюда помогать, да, они будут злоупотреблять, и, ребят, так не делайте, потому что вы тем самым забираете кусок хлеба у действительно нуждающихся людей, и иногда пропадает желание помогать, потому что ты уже не знаешь, кому верить. Вот-вот-вот, то есть если больше уйти в глубину касательно этой темы, то здесь такие, то есть ребята, которые приезжают, их там родные, либо там знакомые, родственники, пытаются от души помочь, потому что человек только приехал, то есть, ну, как гость, только приехал, помогают, содержат, а человек такой уже, а, оказывается так, что ли, можно, там, машину дадут, жильё предоставят, как бы круто, и привыкают как бы к этому. Я вот, я думаю, у вас, у самого, было столько примеров, которые лично вы знаете, ваши знакомые. Многие узнают сейчас себя в камере, мы помогали, на самом деле, от души, пытались их научить, но не все это поняли. Ну, ицоке, мы это, мы реально это делали от души, и они, никто не судья, но одна такая интересная деталь. Большинство людей, которые я здесь вижу, которые чего-то добились, мы все, sorry за выражение, хотя ладно, не буду, реально было тяжело, мы прошли через этот тяжёлый путь, мы работали и на доставке, и полы мыли, и муверами были, вот сегодня мы там мебель перевозили, я вспомнил те времена, когда мы здесь муверами были, и посудомоучниками, то есть, вот когда ты вот это всё проходишь, когда ты начинаешь потихоньку, потихоньку, да, просто идёшь и пашешь, у тебя какая-то цель есть, и идёшь, нам, реально, нам просто легче было, я вот кого не посмотрю, вот направо-налево, мы все вот, мы помним те дни, когда мы делили, буквально в смысле, делили бургер на двоих, купишь там Макдональдс и бургер, на двоих делишь, такие дни тоже были, и многие ребята, которые приехали сюда с какой-то суммой, с деньгами, может с большой, может с небольшой, мы видим, как они буквально через полгода, год-два, они сильно падают, им тяжелее встать, они тоже встанут, я уверен, что они встанут на ноги, им чуть тяжелее встать, потому что они не привыкли, им как-то, для них это некомфортная зона, для многих из нас комфортная зона, быть в этом хасл мод, когда мы просто пхашем, предприниматели, это про это, наверное, да, никто не говорил на то, что будет легко, мы даже не знали, нечего, спроси, вот сейчас собери, 20, наверное, самых больших бизнесменов, скажем, даже Чикаго, мы даже не предполагали, что у нас такой бизнес будет, где-то, может, мы хотели, где-то у нас было в мыслях, но такого плана не было, потому что, так, я сделаю вот это, это сейчас мы начали уже планировать, когда у нас начало получаться, в то время, мы просто как щенки слепые шли, и просто на правильную дорогу вышли, реально, все поменялось за последние 4-5 лет, и много, очень много звезд сошлось, и упорство, конечно же, и диаспора помогла, в плане того, что у нас больше стала какая-то поддержка, все равно на работу, кого-то найти, или что-то такое, ковид сыграл, очень, очень такую хорошую, на руку сыграл нам, честно, ковид, мы, кто сумел воспользоваться ковидом, не в смысле взял деньги у государства, и не отдал, а кто сумел правильно распределить то, что было дано, нам сейчас чуть комфортнее, чуть легче, чем многим другим, которые понакупали себе домов, яхт, машин, и теперь не знают, что делать, и живут прям тяжелой жизнью. Да, то есть, они получили эту американскую мечту, но насколько глубоко она, как бы, заметчилась, да, с настоящими желаниями, потребностями, да? Это показуха была, наведанная нам, инстаграмом, ютубом, всякой фигнёй, весь кайф же, вот этом пути же, вот, дашь тебе вот, ощущения разные будут, когда ты выиграешь миллион долларов, и когда ты дойдёшь до миллиона долларов, ощущения совершенно разные, и для меня, я считаю, это в моей реальности, это правильно, что вот этот весь путь, и интересен, это офигенно, кем мы были 10 лет назад, и кто мы сейчас, ну это, блин, ни за какие деньги это не купим, ни за какие деньги это не потеряем, и в этом и кайф, американская мечта же, ну слушайте, купить здесь дом, или купить хорошую машину, та фигня здесь, всё в кредит, пошёл, у меня мой дом в кредит, у меня машина в кредит, нет смысла покупать это кешем, когда можно крутить, и, я думаю, мечта не об этом, потому что это показуха, а мечта именно о своей уверенности в завтрашнем дне, и о своём образе жизни, что, ну тебе какой-то, вот до этого мы говорили, какой-то баланс между своей семьёй, своими увлечениями, и работой, да, предпринимательством, вот какой-то баланс должен быть, а просто купите офигенный дом, яхту, машину и так далее, ну, может быть не каждый дурак, но многие дураки смогут такое-то сделать, это далеко не мечта, в моём понимании. да, видя на парковках, там, Lamborghini, или какие-то крутые машины, проходишь, смотришь, и ребят такие, да, это в кредит машина взятая, и, то есть, тут люди не удивляются тому, что, там, у тебя есть, там, какая-то недвижимость, или какое-то имущество, то есть, всё это доступно, если ты правильно работаешь, двигаешься, а касательно того, что вот ваше поколение, это такие хардворкеры, которые вот начинали с самых низов, достигли определённого уровня, и если посмотреть на эту, на эту ситуацию с другой точки, то, что именно мышление такое, что вот только тяжёлым трудом ты можешь добиться больших результатов, вот вы наблюдаете среди, скажем, ваших знакомых, такой вот майндсет, да, то есть, люди приехали сюда на заработки, тяжёлым трудом зарабатывали, зарабатывали, достигли определённого уровня, и, то есть, ну, жизнь стала легче, прекраснее, то есть, был синдром отложенной жизни, что ты, ну, не путешествовал, не отдыхал, да, и как будто, всю жизнь надо вот так тяжело работать, вот, есть ли такое, наблюдаете ли вы? Ну, не, наблюдаем стопудово, и те люди, которые, я никогда не думал, что нужно всю жизнь так работать, конечно, работать тяжело, нужно обязательно, без этого никакого, какой-то пилюли нету, то, что взял, там, сразу стал счастливым, успешным, нет, пахать нужно, как я всегда говорю, чтобы, надо, надо долго, долго, долго делать, что не хочется, чтобы потом делать, что хочется, поэтому надо в какой-то момент свою волну поймать, не упустить её из-под ног, и, да, надо впахивать, но потом, когда у вас уже есть связи, деньги, навыки, знания, это уже можно перенести в более лёгкий труд, когда я говорю более лёгкий труд, это не означает, что вы ничего делать не будете, смысл же не в том, чтобы ничего не делать, дальше уже у вас совершенно другие виды деятельности, у вас уже другой труд, который вы можете монетизировать, да, или преувеличивать, увеличивать в количественном образе, но мой поинт, нужно ли тяжело работать, должен ли быть тяжёлый труд, я думаю, да, потому что нас дисциплинирует, без тяжёлого труда, ну, Америка дисциплинирует, сто процентов, как в Кыргызстане, здесь два месяца, даже какое-то месяца, у меня были, на интервью приходили ребята, и я такой, где работал, он такой, там-то, когда ушёл, он там, два года назад, а что с тех пор делал, да нет ничего, я говорю, два года не работал, он говорит, ну, тяжело понять, в Америке попробуй два месяца не поработать, и Кыргызстане в этом плане легче, и как-то тебя это разбалует, здесь, ну, для семенина, когда, для ответственного семенина, ты знаешь, что у тебя есть твои биллы, которые позитивно, ты, у тебя там обучение, не обучение, ты, у тебя мозг постоянно работает в таком нон-стоп режиме, где бы заработать, где бы найти возможность, и дальше развиваться, поэтому тяжёлый труд тоже не означает то, что надо идти, и там мешки с картошкой каждый день грузить, хотя и это тоже абсолютно нормальная работа, но у вас должна быть цель не делать это 40 лет своей жизни, а делать это какое-то время, набраться опыта и знакомств, денег, чтобы дальше это развить во что-то другое, ну, на месте просто, просто элементарно на месте не стоять, многие мои знакомые, включая нас тоже, мы можем много лет не работать сейчас, вот накопили определённую сумму, мы можем много лет не работать, но опять же, ну, хорошо, не работаем, а что делать? А что делать? Ну, реально, что делать? Вот, лежишь дома, ну, день полежишь, два, ну, на море съездишь, куда-то там в Европу съездишь, и что дальше? Нет, весь кайф, я думаю, именно в том, то, что вот это развитие движения, каждый день узнавать что-то новое, про подкасты, я только слушаю подкасты, как раз у меня занимает дорога в офис 50 минут, слава богу, есть YouTube, только подкасты, 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 столько всего, это прям, раньше нужно было за это платить, кому-то, не знаю, уходить в универы, с кем-то встречаться, и это была, информация была настолько ценная, сейчас она везде, сколько нужно было денег раньше заплатить, чтобы прийти послушать там, Брайана Трейси, или там, Киосаки, или кто-то, whatever, да, а сейчас, пожалуйста, гигабайты информации онлайн, и люди просто вместо этого предпочитают сидеть в ТикТоке, я не понимаю, слава богу, Крымстану закрыли, но, не знаю, я думаю, мы становимся более ленивыми, и это нам очень сильно мешает, в плане того, что слишком много стало выбора, раньше как было, вот дома сидишь, у тебя вот 10 кинокассет есть, которые ты уже 10 раз посмотрел, все равно ты сидишь, выбираешь еще посмотреть, сейчас заходишь на Netflix, у тебя 10 тысяч фильмов, и мы иногда часто, вот блин, сидишь, вечером глянем кино, да, сидим, просто листаем, просто сколько времени уходит на что, чтобы выбрать, и уже такой, и короче, все, уже час сидишь, выбираешь видео, и какой-то фильм, в итоге глаза разбегаются, фокус разбегается, поэтому, это тоже, опять же, такая монета о двух концах, это как, ну, любая вещь, нож, огонь, он может и хорошо послужить, и может и сжечь все нафиг, или может подогреть тебе еду, то же самое, я думаю, с интернетом, и с, то же самое, YouTube, TikTok, и так далее. Ну, за последнее время, если мы берем именно продюсирование, то год, вот, пошло изобилие подкастов, да, то есть, очень много начало выходить качественного контента, и если рассматривать, то с точки зрения того, что, в чем цель всех подкастов, это чтобы люди смотрели более, как бы, healthy, такой полезный контент, да, поглощали, размышляли над идеями, словами, потому что каждый человек, смотря тот или иной выпуск, берет для себя что-то личное, что у него отзывается, я думаю, нет такого, что один выпуск одинаково, как бы, ну, дает какую-то информацию, каждый все субъективно воспринимает, если смотреться на осуществление того, что контент делается для того, чтобы люди больше что-то полезное смотрели, изучали, размышляли, то это круто, но когда их становится много подкастов, все равно, то есть ты такой думаешь, так, а что бы сегодня посмотреть этот подкаст, или тот, может, это какая-то трендовая штука, то есть посмотрю-ка я подкаст, тут выступает, тут тоже. Это тоже будет мешать, когда слишком много подкастов, я согласен, но, кстати, я пока говорил о подкастах, вспомнил одну вещь, совет многим, кто будет смотреть, держите рядом с собой или диктофон, ну, или пользуйтесь диктофоном на своем телефоне, и не забывайте записывать свои идеи, вот вы едете, смотрите подкаст, скажем, двухчасовой, к концу двух часов вы забудете все, что было первые там 20 минут, вы можете или о себе делать заметки с таймстемпами для себя, там, на 30-й секунде, ой, минуте была такая-то идея, на 15-й была другая, и также на диктофон записывать свои идеи, что вы почувствовали в этот момент, то есть раз, паузу нажал, на диктофон быстро сказал, то, что так, сейчас я услышал вот это, я думаю, из этого можно сделать, там, следующее, это, это, и, там, то, потому что у нас такой поток информации каждый день есть, утром у тебя какие-то дела по бытовых, по бытовых начинаются, потом приходишь домой, уже расслабишься, мозг уже немножко так ушел в состояние отдыха, и часто бывает так, то, что домой вечером пришел, какая-то гениальная идея, все, ты сейчас думаешь, утром встану, мир переверну, все, сейчас, побыстрее, спать, утром встану, офигенно, утром встаешь же никакой, потому что ты понимаешь, что у тебя, прежде чем завоевывать мир, у тебя еще 15 тысяч тасков стоит, которые надо сделать, и потихоньку на второй план уходит, мозг же тоже, не нужной информации потихоньку, не срочную, не нужной информации потихоньку в сторону убирает, и в итоге забудешь про какую-то офигенную идею, а если запишешь на диктофон или на блокнот, то... Зафиксируешь у себя это. Стопудово, да. Ну, как пример привести, вот какой подкаст, или, не знаю, вот вы смотрели, и что-то прям так запало вам, что вы такой, я переверну этот мир, или что-то сделаю такой. Интересная. Ну, таких было много подкастов, если честно, последних вот, из последних, актуальных, да, скажем, что бы. Из последних, актуальных, ну, я, наверное, просто настолько много смотрю, то есть, уже они все в одно большое пятно, но очень часто смотрю ПБД, да, Пэтрик Бэддэвид, кто не знает, то поищите, иранский, ну, американец, ну, иранец родом, миллионер, может, уже миллионер, но I think so. У него очень хорошая, очень хорошая программа, ПБД подкаст, у него, Валютеймент, есть канал, много хорошего про семью, про бизнес, про отношения, про вообще нынешний мир, наверное, очень много с его подкастов было, что-то такое новое, особенно, я обязательно дам ссылку, тот подкаст, который я слушал, как раз во время Нового года, мы ездили, мы были в Тампе, Новый год там встретили, и мы очень часто ездили с Тампы, там, в Орландо, или куда-нибудь там подальше, во Флориду, и пока дети спали, я в наушниках слушал подкаст, я дам ссылку, я забыл, но ПБД часа два рассказывал, вообще, примерно такого же формата был подкаст, как он стал тем, кто он сейчас есть, там было столько инсайтов, там было просто какие-то моменты, прям душераздирающие были, вот, очень интересный подкаст был, который реально поменял, наверное, в чём-то, буквально недавно, а так, честно, в каждом подкасте, как ты и сказал, есть какие-то мелочи, которые заставляют задуматься, и потом где-то такой блэнк на 5-10 минут, подкаст идёт, а ты об этом думаешь, и в эти моменты как раз я записываю себе, или на диктофон, или запись, надо, кстати, поделиться, я поделюсь, наверное, в конце, да, топ-тремя, наверное, подкастами, которые имеют в себе, ну, просто бездонное количество хорошей информации. Да, но всё равно из общего количества информации малая часть только оседает в нас и транслируется, да, то есть в последующем важно же использовать потом правильно все эти инструменты, потому что мы хотим потреблять много в надежде на то, что мы тоже будем что-то делать такое интересное, но так не работает, да? Это много названий есть, это мой синдром, там, синдром отличника, синдром чего-то ещё, вечного студента называется, когда человек в себе просто не уверен. Бывают люди, которые получили какую-то лицензию, скажем, там, я не знаю, ну, образа психолога, да, или там лицензия какого-то, там, ментора, да, и они уже 5-10 лет уже учатся, постоянные тренинги, постоянные сертификаты, повышение квалификации, но никак не могут перейти на практику. В то время как ребята, там, с первого их общего потока, да, уже там, открыли себе компанию, и у них тысячи учеников уже, эти ребята, вечные студенты, они так и будут, они в 10, 20, 30, они всегда будут думать то, что я ещё не достаточно хорош, я ещё не знаю достаточно, чтобы уметь советовать, да, и это тоже надо в себе прорабатывать, потому что, если ты уже потратил несколько месяцев на обучение, ты уже знаешь, если ты усвоил информацию, ты уже знаешь больше, чем большинство людей вокруг, потому что ты целенаправленно обучался этой теме, этому направлению, поэтому не нужно бояться делиться опытом, это люди, которые слишком много ответственности на себя берут, думают, сейчас я неправильный ответ дам совет, или неправильный ответ дам, всё там, я себе репутацию испорчу, люди там потеряют баснословные деньги, жизнь потеряют, не, нифига, это же обмен информацией, к этому нужно обращаться чуть попроще, и этот синдром вечного студента нужно ломать, наверное, уже после, после 6, ну, в зависимости от направления, конечно, я думаю, 4-6 месяцев практически для любой профессии уже достаточно для того, чтобы ты мог хотя бы с кем-то делиться информацией, потому что мы же, когда делимся информацией, мы же не просто отдаём, мы же и получаем какой-то фидбэк, вопросы какие-то задают, и нормально, если ты не знаешь ответы на этот вопрос, ты же, наоборот, для себя такой галочкой, опа, я это не знал, надо пойти почитать, и поэтому не нужно себя всезнающего устроить, не знаешь, скажи, не знаю, это фидбэк первый, второй фидбэк, когда люди начинают с тобой дискутировать, и из своего опыта что-то рассказывают, о котором ты даже не знал, то есть, это всегда обмен, это взаимообмен, не только, ты не только в стенку говоришь, вот когда подкаст снимаешь сам на сам, то это только в одну сторону, и то даже там, для того, чтобы снять качественный подкаст, ты всё равно проводишь какой-то ресерк, ты учишь, ты изучаешь, это тоже, и с первого раза, это то, что идёт в Рилс, или туда это, поэтому обучая, учишься сам всегда, так что, как-то так. Интересно, знаете, хочется больше вообще поговорить про крызы в Америке, в том плане, что вот есть East Coast, есть Mid-West, есть West, то есть, приехав сюда в апреле месяце, первым делом, то есть, в рамках программы ПВТ, Dive into Silicon Valley, была первая группа стартаперов, ребят, которые резиденты ПВТ, мы поехали в Сан-Франциско, и изучали в целом, как бы сказать, этот город, Bay Area, то есть, все ближайшие города, где находятся крупные компании, и вот что интересно, сам Сан-Франциско и даунтаун Сан-Франциско, это отдельная история, то, что происходит культурный шок, ты приезжаешь в Сан-Франциско, а в центре столько бездомных людей, они под чем-то спят, там же и на месте у них свои ресторумы, скажем, private, да, который паблик, и все это так на самом деле озадачивает, ты думаешь, какая большая разница, то есть, что на картинке, а что ожидание реальность, да, то есть, но потом понимаешь, что, ну, это уникальная тоже какая-то своя черта, ты ее принимаешь, и в целом, как бы, интересный опыт становится. Это слишком либеральные города у нас такие, слишком либеральные штаты, слишком либеральные города, как раз и подверглись сильному, ухудшению качества жизни за последние, вот, буквально, несколько лет. Я не хочу сейчас никого бесить, словами, типа, при Трампе было по-другому, но действительно было по-другому. Тогда и люди, COVID нас сильно, COVID вообще, реальная жизнь поменялась до и после, а в Америке это сильно заметно, и мы вообще в целом другие стали. Самардзилска был довольно-таки хорошим городом, сколько туда ездили, не самый мой любимый город, конечно, но тем не менее, был достаточно хороший город. Сейчас, я абсолютно бегу с этого города, я туда, честно говоря, ездить не хочу, буквально, по-моему, полгода назад туда моя сестренка съездила, 10 минут, 10 минут она в Сан-Франциско, у нее украли телефон, буквально 10 минут, срок вы уходили. У других ребят, просто машина, там же, если глянете на YouTube, есть просто группировки, которые просто постоянно катаются и разбивают окна, и забирают вещи, до такой степени, что владельцы машин просто опускают окна, машины не закрытые, открывают бардачки, типа, просто окно не ломай, ничего в машине нету. И самое, опять же, таких ребят полно, и в Чикаго, и в Чикаго тоже полно, но власти, очень сильно, все зависит от реакции властей, там все можно, до 900 долларов, если что, 900, до 1000 долларов зашел, магазин украл, за тобой даже не побегут, халява, поэтому, это трэш, а не город. Sorry, ребята, кто, я знаю, у меня много друзей там живет, но уж точно мы к вам не сунемся. Они живут в хороших районах, они живут в хороших районах, скажем, в Сабербах, да, и там, как бы тоже познакомившись с такими знаменательными личностями, выходцами из Кыргызстана, которые делают проекты на миллионы, на миллиарды, выпускники топовых вузов, и там тоже интересный майндсет, да, и там, как бы люди хотят менять мир, делать его лучше, они помогают молодому поколению ребят тоже, как выйти на новый уровень, и если более поговорить углубленно про программу, которая проводилась в рамках ПВТ, большая тоже благодарность им за такую инициативу, потому что молодые стартаперы приехали, познакомились, как бы сказать, с волками, да, те, кто там давно, и законнектились, и это так запечатлело, все, что сейчас, как бы, на разных направлениях, то есть, IT, тракинг, Арашан, да, сейчас приводит много продукции, то есть, очень много чего, и сейчас, как бы, движуха в Америке только начинает ускоряться, и какая тенденция пойдет дальше, что вы транслируете, как оунер, как работодатель для своей команды, да? Много чему, очень много чему, я научился у команды, и у самого Бабра Латхановича Тольбаева, когда мы работали в Молбулаке, это, я всегда об этом буду говорить, и говорю, это был, на тот момент, ведение бизнеса и корпоративная культура в Молбулаке, я уверен, сейчас тоже на высоте, но тогда это была одна из первых компаний, где настолько много внимания уделялось развитию сотрудников, где не было все мне в карман, а где было поделиться со всеми, и, кстати, я у него и научился высказыванию sharing is happiness, да, и это вот одно из первых, первых таких видений в предпринимательство было как раз с Молбулака, тогда у меня была команда чуть ли не почти в 300 человек, мне было 22 года, 300, почти 300 человек было в подчинении, Северный регион, и был тоже такой, это была очень хорошая школа, как с людьми обращаться, как общаться, как набирать на работу, как увольнять, это вот как раз в 20, 21, 22 я как раз и научился, это сейчас, конечно же, помогает, а в целом команда, ну, я, наверное, может, она сама команда скажет, хотя я скажу свое мнение, они могут в комментариях написать, мы пытаемся настолько дружелюбно атмосферу сделать, где мы даем понятие, что все, что мы делаем, это все мы делаем для нас всех, то есть каждый, кто в команде, каждый член команды является частью механизма, частью механизма большого, и если кто-то сдуется, то вся команда полетит, если кто-то чувствует, что ему не хватает энергии, или все уже, свое время прошел, я хочу уйти в другую сферу, пожалуйста, не бойся, подойди к нам, скажи, и мы это проработаем, потому что желающих работать на хорошей работе полно, если у тебя поменялись планы, без проблем, мы очень нормально к этому относимся, мы хотим, чтобы люди росли, просто не задерживаяся и не просиживая просто штаны, и мы, я очень-очень рад тому, что у нас вся команда очень щедрая, щедрая на комплименты, щедрая на советы, щедрая на взаимопомощь, щедрая, ну, в целом мы для друг друга ничего не жалеем, и на интервью это одна из тех вещей, на которые мы обращаем внимание, ребята приходят с крутыми дипломами, очень крутыми дипломами, честно, мне вот прям в камеру говорю, мне пофигу, откуда у вас диплом, если вы человек классный, да хоть без образования приходите, если у вас есть вот эти навыки, которые нам нужны, есть качества, которые нам нужны, а если у тебя диплом, там Оксфорда, но ты не подходишь к нам в нашу команду по нашей культуре, ну, сори, нам тут толку не будет от этого, поэтому, я думаю, успех, успех нашей компании полностью лежит на, это успех нашей команды, это не я это все делаю, это вот наша классная команда во всех этих городах, которые между собой взаимодействуют, которые на местах сами все делают, мне не нужно за ними заниматься микроменеджментом, потому что последнее дело это вот нанять сотрудника, платить ему деньги, а потом еще над ним сидеть и babysit делать, нянчиться, ну, нафига, тогда уже сам делай, я вас это все делаешь, тогда сам делай, деньги в карман положи, а если ты дашь человеку волю в какой-то степени, да, дашь ответственность, и сразу же почувствуешь, это человек на самом деле твой, твоей команде принадлежит, если нет, то, ну, есть другие люди, есть другие команды, они могут найти лучше команду и компанию для себя, мы можем найти лучше сотрудника, все должно быть взаимовыгодно, мы не платим самые лучшие зарплаты в Кыргызстане или в США, но мы платим гораздо больше, чем многие, или мы не относимся к своему сотруднику, как многие другие, оказывается, даже здесь в Америке относятся, мы свою стезю нашли, свою зону нашли, и вот кто с нами на одной волне, вот работает многие, многие годы. Если затронуть тему того, что именно микроменеджмент, то поговорив с разными траковыми топ-менеджерами, владельцами, то ты замечаешь, что в основном все централизовано, то есть оунер, владельц, держит все на себе, в то время, как надо уметь делегировать, и вы-то как раз-таки помогаете оунерам дать ясную картинку, как что делать, и зачастую так и происходит? Так и происходит. Это или если это наши клиенты нашей компании, клиенты траковой компании, или если это партнеры мои где-то, или это просто ребята, которые пришли к нам на менторство, 99% из них, они залочили все процессы на себе, и потом начинается выгорание, я ничего не успеваю, денег не хватает, ну его нафиг, срываться на сотрудниках, все вокруг тупые, просто потому, что человек не хочет отдавать ответственность другим, и в это же время он думает, я лучше всех сделаю, все мы так думаем, я лучше всех это сделаю, нафиг я пока его научу, но преодолевать в том, что ты один раз научишь своего ассистента, специалиста, менеджера, один раз научишь, как правильно делать, все, про эту проблему забудь навсегда. Вот есть ребята, до сих пор у которых 80-100 траков, и они каждую неделю, там в четверг, пятницу сидят и занимаются начисленением зарплаты. Я говорю, зачем? Ну вот, а если сделает там ошибку, там мой аккаунтинг, я говорю, если твой аккаунтинг сделает ошибку, там только два варианта, или ты фигово научил ее изначально, значит проблема в тебе, или ты научил ее правильно, она сделала ошибку, значит поменяй сотрудника, другого возьми человека, который сделал все правильно, но ты же не можешь все успеть сделать. И вот они пытаются все в своих руках, даже в нашей компании, честно говоря, некоторые процессы есть, которые до сих пор на мне, надо от этого избавляться, мы постоянно пытаемся освободить мне руки, потому что заниматься именно микроменеджментом должны, наверное, менеджера на своем уровне, на своих департаментах, но ни в коем случае не владелец компании. Владелец? Чем должен заниматься владелец? Я занимаюсь в своей компании тремя вещами. Первое, обязательно забочусь о том, или даже не так, все мое время уходит на то, чтобы обеспечить все свои семьи, я так сказал, как будто немного семей, имеется в виду там мама, сестренка, тети, дяди, там моя семья, и семьи всех своих сотрудников, надежды на завтра. То есть никто с нашей компанией, надеюсь, никогда такого не будет, чтобы они просто остались у разбитого корыта, где просто один день придут, скажут, а компания закрыта, все у тебя, и долги, недолги, такого не будет. Мы как минимум общаемся об этом и даем какую-то уверенность в завтрашнем дне. Второе, моя работа увеличивать и развивать компанию так, чтобы завтра, послезавтра у нас было еще больше ребят, которым мы можем помочь хорошей работой. Почему я говорю постоянно хорошей работой? Еще раз говорю, мы не платим самые большие деньги, хотя мы платим нормально, но мы даем точно гарантию завтрашнего дня, мы даем точно, что отношения будут уважительные, у нас не будет такого вот этого дурацкого отношения. Потребительского отношения. Потребительского отношения, да. И третье, мы, наверное, я гарантирую, тяжело это, мы всегда даем те условия, где ребята, придя к нам, поработав у нас, уходят с чем-то. Я не говорю про деньги, уходят с какими-то знаниями. И вот сколько наших ребят, я этим даже, когда-то мне это даже задевало, но сейчас я горжусь тем, что ребята, которые ушли от нас, они нашли себе новое дело и зарабатывают там еще больше. И приходят и говорят спасибо за эту школу, которую мы у вас прошли. Это офигенно. Я не хочу, чтобы все мои сотрудники оставались моими сотрудниками еще 20 лет. Зачем? Из меня был бы фиговый лидер, если бы я вот хотел бы всех вот так зажать и сказать, все, подо мной, нифига. Пусть они растут, где-то обходят нас семимильными шагами и превращаются в еще больше бизнес. И вот мы все вместе, сообща, будем что-то дельное делать. Поэтому многие ребята, которые все на себе завязали, вот это одна из первых вещей, где мы начинаем выстраивать им систему, где объясняем, ошибки будут, конечно, ошибки будут. Но в конце концов дай поле для развития. Если каждый сотрудник будет просто сидеть и в конце концов знать, что ты перепроверишь и сам исправишь, так что за команда? Поэтому, ребята, те, кто занимается микроменеджментом, наверное, почитайте литературу. Вообще посидите отдельно от своего бизнеса день, два, три. Возьмите небольшой отпуск и подумайте о том, что вы хотите дальше делать. Вы хотите в этой операционке каждый день тусить и каждый день тушить пожары? Они никогда не закончатся, они всю жизнь будут. Или уже отойдите в сторону, построите все вокруг себе нормальную систему, чтобы этих пожаров не возникало в принципе. Буквально две недели... Вот это очень приятный момент был. Две недели назад ровно так мы сидели с одним из предпринимателей здесь, в Чикаго. К сожалению, дела в его бизнесе идут не ахти. И мы посидели, просто поразмышляли, что можно сделать, какие советы. Буквально где-то час разговаривали. Насколько я был удивлен, когда через неделю, вот я разговаривал с ним, по-моему, сегодня четверг, во вторник разговаривал с ним, и он говорит, кстати, Байкей говорит, вот это сделано. Я сейчас даже не понял, я говорю, о чем ты? Потом, а, я говорю, то есть ты послушал советы, и это сработало? Он говорит, да, сработало, и спасибо вам, теперь у меня, говорит, новое дыхание, и я теперь вижу новое направление. Человек за пять дней, он долго, видимо, об этом думал, но за пять дней, с момента, как мы поговорили, до следующего раза, уже предпринимал шаги, уже пошел, прям, как мы и договаривались, все сделал, и уже видит результат. Тогда было очень приятно, потому что это один из самых быстрых таких turn-over было в менторстве, хотя он пришел, это не было менторской сессии, но это была такая, была консультация, и это было очень быстро, что мне говорят о том, то, что человек прям, просто у него в голове где-то может даже это было, просто ждал правильных слов и поддержки. Нам... Иногда это то, что нужно, да? Только это и нужно. Мы ходим к психологам, и выходим такие, вот так классно, такой психолог хороший. На самом деле, психолог может быть хороший, но ты молодец, то, что пришел, на самом деле смог все рассказать, ты сам ответил на свои вопросы, сам увидел проблему, сам решил и вышел. В первую очередь, ты молодец. И ребята молодцы, которые приходят и слушают. Много есть, придут, послушают, уйдут, и такие, да, блин, ничего нового не сказал. Ну, если ты приходишь уже с таким отношением к сессии, к разговору, что, да что мне может новое рассказать? Я гарантирую ей, что бы я ни сказал бы, в жизни ничего нового не расскажу. Но если вы приходите просто с вот этим, с open mind, да, с открытым, грубо говоря, мозгом и готов впитать новые идеи, то любой разговор где-нибудь в кафешке с каким-то даже левым человеком может вам дать хорошие инсайты. Поэтому нужно быть открытым. Вот у меня и be curious высказывание есть, be curious, будь любопытным. Я всегда любопытен, поэтому любую тему мы говорите, почти на любую тему мы заговорим, мне все интересно. И бизнес, и машины, и культура, и религия, и еда, ну, абсолютно все. Просто любопытный. Сохранить ученическую позицию в жизни, да, быть? Всегда есть кто-то, который знает больше тебя. Всегда. Сейчас мы с вами говорили про то, чем должен заниматься овнер, скажем, и если мы более фокусно возьмем, то обсудим траковый бизнес немножечко с точки зрения, скажем, процессов открытости, прозрачности. Сейчас вы запартнерились с компанией DataTrack. Да. Вы используете их систему также в своих партнерах, да, ваши партнеры пользуются. Мы тоже начали недавно использовать эту платформу, и на самом деле, используя современные решения, можно увидеть столько интересного, чего ты не увидишь в Google Sheets, в таблицах, и то есть это настолько облегчает работу для овнеров, для экспертов, чтобы принимать Data Drive and Decision, да, то, что зачастую мы что-то берем с потолка, ну, в этом месяце 10 траков поставим, а через 3 еще что-то, а когда ты видишь реальную ситуацию, сколько у тебя чистая прибыль, сколько у тебя обязательства, настолько все проще, и вот тоже хочется сказать, что крутой продукт, пусть растет, развивается, как бы и вас видим, как венчурного инвестора, да, скажешь? Да, да, я думаю, спасибо за фидбэк, это был, я думаю, это, говоря про Data Track и про то, как он может помочь траковым компаниям, это как раз вот просто набор инструментов, мы за вас, говоря от лица Data Track IT, мы за вас какую-то работу не сможем сделать, можно где-то помочь, можно где-то подсказать, но мы вам даем, грубо говоря, вот инструмент, вот ты хочешь стать строителем, ты можешь построить дом и старыми методами, там, глиной, камнями и так далее, получится дом, да, конечно, получится, будет он свою функцию выполнять, ну, где-то будет в тепле держать тебя и так далее, но при малейшем ветре и землетрясение просто развалится и, скорее всего, упадет на тебя. Другое дело, потратить немножко времени, можно даже ресурсов и вложить в правильные инструменты, вот у тебя теперь есть инструмент, у тебя есть теперь, там, дрель, не дрель, электропила, все вот эти моменты есть, где ты сможешь построить себе качественный дом, который, да, может он будет строиться дольше и может на него уйдет чуть больше времени или денег, но это теперь уже останется надолго и ты уже спокойно можешь сидеть в своем доме и не трястись каждый раз, когда на улице ветер или дождь. Вот очень такая прямая аналогия к владельцам бизнесов, многих, которые первый раз бизнес открыли и они не понимают, что надо, ты как овнер-компания не должен 24 на 7 сидеть в офисе и заниматься этой работой, в конце концов ты строил бизнес для развития, для свободы, когда мы говорим именно про бизнеса, я не говорю про предпринимателей, которые сами на себя работают, а именно про построение системы. Так вот, ты должен наоборот почаще ходить на улицу, почаще встречаться с людьми, изучать их опыт, видеть, как они чем-то занимаются, какой-то опыт перенять, ну и точечно искать решения для своей проблемы. Но в первую очередь, ты должен понять, в чем у тебя проблема, а вот для этого нужно хотя бы на 1-2 дня в месяц уходить, не важно, куда-то уезжать, можешь просто в зал пойти, к озеру пойти, просто дома можешь лежать, чтобы тебя ничего не отвлекало, ни телефон, ничего, и просто подумать, где у тебя есть проблема, найти ее и начать ее решать. Потому что много консультаций проводим, приходят и говорят, вот у меня сейчас с бизнесом плохо. Говорят, что случилось? Он говорит, я не знаю. И я говорю, ну как ты не знаешь, что именно? Он говорит, вот денег не хватает, вроде все правильно делаю. И когда мы садимся, начинаем разбирать по одному, по одному все шаги, всю их операционку, они уже сами себе отвечают на вопрос. О, оказывается, здесь я мог так сделать, здесь я мог так делать. Я не какой-то там гений, который может ответить все на вопросы. Просто это тот момент, когда мы сядем, отложим все вот эти звонки. Как сеанс с психологом. Да, типа такого. Приходят, все такие важные в телефоне постоянно, каждые пять минут. Я говорю, ты уважешь меня? Говорю, ты мое время занимаешься, не отвлекайся на телефон хотя бы. Я же не отвлекаюсь. И когда они вот в этом состоянии час-два посидят и посмотрят на свою ситуацию со стороны, они вот начинают, а-а-а, вот, оказывается, для чего нужно было это. И открыты. Ну, не все. Многим нужно перейти этот момент, ощутить на своей шкуре, и только потом они начинают слушаться. Ну, тоже слушаться. Быть открытыми. Прислушиваться, да? Прислушиваться, да. Каким-то новым советом. Меня кто спрашивал? В Инстаграме часто пишут, они говорят, вот вы постоянно разъезжаете, постоянно кайфуете. Я говорю, во-первых, спасибо, дай бог заслужил, но не то, что кайфую, я люблю встречать новых людей, я люблю выходить из своей какой-то зоны комфорта. Если я засяду, я такой же лентяй, как и многие, кто считает себя лентяем, я точно такой же. Если я засяду в свою зону комфорта, мне тяжело из нее выйти, поэтому я постоянно себя пушаю. И когда мы ходим на какие-то мероприятия, ездим, создаем мероприятия, или уезжаем на выходные куда-нибудь отдохнуть, это как раз тот момент, когда мозг начинает работать и генерировать новые идеи. Если ты занимаешься целыми днями просто одной и той же работой, вот я был здесь тоже человек, и сидел, он говорит, я никак не могу поехать на этот семинар, слишком много работы. Я ему говорю, окей, какой пример? А, я говорю, слушай, а в феврале, в середине этого февраля помнишь, какие у тебя проблемы были? Он говорит, нет, не помню. Я говорю, как раз в феврале этого года у нас был другой семинар в Тампе, я тебя звал, ты не поехал, сказал, у тебя нереальные проблемы на работе, ты сейчас даже их не помнишь, говорю. Вот то же самое, сейчас ты мог бы поехать на этот семинар встретить новых людей, а может новые возможности для себя и поменять что-то качественное в своей жизни и в своем бизнесе. Вместо этого ты предпочел заниматься той же самой ерундой, а-ля без тебя компания закроется. Если твоя компания без тебя закроется за один день, фиговый ты бизнесмен, то, что построил такую компанию. Поэтому… opportunity cost, того, что человек пойдет с кем-то познакомиться, это, мне кажется, намного больше, чем он будет делать здесь правильно и как тушить пожар. Да, это вот это у всех, наверное, по-разному, но за один день ничего не случится. Я понимаю, бывает, эмержность в супуду, но когда это уже каждый раз у тебя такая отмазка, да, самому себе, слушай, это твой бизнес, сделай, что хочешь. Ты спрашиваешь, советуйте, я говорю, поехали, встретимся с людьми, я тебе познакомлю с новым окружением и они тебе помогут. В конце концов, мы, есть среднее нашего окружения. Если у тебя окружение такое же, такого же, такого же уровня или чуть ниже, чем ты, ты никогда не выберешься. Причем я не говорю, нужно всех своих таких средних друзей, нужно всех избежать. Не, нифига. Тебе нужно что сделать? Тебе нужно, если у тебя есть возможность, принять новое окружение, гораздо, гораздо выше, чем твое окружение, научиться, стать одним из них и потихоньку своим ребятам помогать в это окружение войти. Это не означает то, что нужно бросать своих и примкнуть к новым успешным богатым. Не, нифига, если у тебя реально есть друзья, которые, или близкие, с которыми ты на всю жизнь, как говорится, как раз и нужно, если у тебя есть мозги и возможность стать кем-то выше, то не забывай, то что сейчас можешь встать, поднять их на свой же уровень, а не так, типа, я не могу своих бросить. Ну и так же будете дальше, как эти раки в ведре. Каждый просто друг оттянет, типа, куда пошел, мы здесь все. Не, надо вырываться. С этой целью, наверное, вы создали бизнес-клуб Сигма, Да. У нас есть бизнес-клуб Сигма, в котором сейчас у нас 15 семей. Давайте вот начнем. Что это такое? Как оно зародилось? Как оно зародилось? И что, ну, как бы, Сигма понятно для молодого поколения? Просто даже когда мне говорят Сигма, я не понимал, что, те приколы, и вот, что это для вас, да? Вообще, как такой, там, скажем, небольшой клуб существовал всегда. Всегда был какой-то костяк людей, которым мы друг другу помогали и встречались и так далее. Но хотелось это сделать уже более официально, и это первое. И второе, хотелось именно иметь сообщество и комьюнити, где мы можем доверять друг другу и помогать. Потому что, на самом деле, людей с деньгами в США полным-полно. И далеко не со всеми можно делать общий бизнес или общие дела. И всегда хотелось собрать такое комьюнити, где мы можем а, принести друг другу пользу, познакомиться с друг другом в плане того, что познакомиться семейно. Если с кем-то мы знаем друга очень хорошо как бизнес-партнеры, но наши семьи друг друга не знают. Мы не знаем ценности, которые в наших семьях. и, честно говоря, один из основных пиньков на открытии этого клуба была просьба, наверное, очень многих просто. Типа, вот, я хочу общаться с вами, с вами, не лично со мной, а в моем лице и со многими моими друзьями. И вот так вот мы организовали небольшой, на данный момент, клуб, в который мы будем, наверное, пускать, приглашать людей, в первую очередь с одинаковым мышлением, с одинаковыми ценностями. У нас там есть ребята как и очень состоятельные, так и средние, так и не очень. Нам, честно говоря, там вообще пофигу. Главное, чтобы у нас ценности были одинаковые. И вот у нас официальное открытие было недавно, с тех пор у нас вот два-три проекта, которые с определенными членами каждой внутри клуба мы начали уже прорабатывать, где мы другу начали просто протягивать руку. И мы наверное объединились на одной... Нас всех объединяет одна цель и одна мечта. Мы хотим после себя оставить что-то не обязательно богатую какую-то империю, но мы после себя хотим оставить что-то своим детям, своим родным и своим близким. Может, кто-то оставит завод, может, кто-то оставит бизнес, сможет это оставить просто посредством того, что мы построим какую-то там школу или университет, мы оставим после себя новое поколение каких-то студентов с хорошим образованием. То есть идея вот такая. Теперь, почему Сигма? Кстати, у нас на вручении значков золотых как раз Сайпидин тогда вообще он с Бишкека прилетел прям в этот же день, он в 4 приземлился в аэропорту, в 6 у нас начался вечер, и он приехал, он тоже, видимо, с полета, не выспавшись, он говорит, и он вышел, я ему вручил значок, рассказал, как мы познакомились, представил его всем, и он такой, наверное, говорит, скоро будет, что он сказал? Адлит, что он сказал? Другое название, да? Новое название? Он не продолжил, он такой, и, наверное, скоро поменяем на нормальное название, я такой, и все такая тишина, он такой, не это ему ввиду, но это, короче, такой момент был смешной, он немножко, да, он немножко не то ему ввиду, потому что, я согласен, Сигма не все знают значение этого слова, я расскажу, чем я... Какую смысловую как бы вы дали, да? Да, чем я руководствовался, когда это название искал. Мне всегда нравились вот эти греческие буквы, да, вот всегда, вот это альфа, омега, дельта, такое прям, такое ощущение, что такое сильное, сильное звучание в них есть, не знаю, с детства такое, и слово альфа, оно в последнее время, в принципе, может, даже всегда было, оно такое негативное, это токсично, альфа-самец, альфа-альфа, такое типа я, да я, и мне такое не хотел ассоциироваться, я не хотел клуб альфа, из всех букв, которые прошелся по этому списку, я вот нашел букву сигма, и начал сочетать значение, которое сейчас за последние 2-3 года стало таким тоже трендовым значением, это как раз, это тоже самое типа альфа, но на минималках, только грубо говоря, без токсичности, без агрессии, и чаще всего это человек, который сам себя сделал, и вот все, кто у нас в этом клубе состоят, на данный момент, мы все себя сделали, в плане, у нас не было богатых родителей, которые оставили нам какое-то наследство, у нас не было какой-то нереальной поддержки от какого-то дяди, мы все вот, потому что я помню всех нас, когда мы были буквально, ну, очень-очень мало зарабатывали, и вот мы все сами себя грубо говоря сделали, без какой-то внешней поддержки, и поэтому вот это слово и прожилось с сигма, и как-то захотелось оставить, захотелось запечатлеть название именно смысл в том, то, что мы не папеньки, не сыночки с гигантскими деньгами, мы сами через это прошли, поэтому мы знаем, о чем мы говорим, одно дело, когда ты получаешь наследство, другое дело, когда ты сам все это делаешь. Ну да, но тогда, если поговорить про следующее поколение, кому вы это оставите, кто они будут, то есть, будут ли это дети тех, скажем, кому остались там заводы, бизнесы, да, и как они грамотно этим распорядятся, то есть, тут тоже, как бы сказать, дать людям грамотно направить то, что сохранилось, и приумножить это, да? Да-да-да, я говорю, поэтому у нас и ценности одинаковые, мы, на данный момент, кто в этом клубе сейчас, в нашей семье как раз мы детей растим именно по таким принципам, мы их не балуем направо-налево, то есть, мы как раз и хотим, чтобы они изначально знали, каково это. Конечно, им, что лукавить, конечно, им будет проще, по-любому, но... И достигнуть они, как бы сказать, смогут большего, да? Дай бог, да, то есть, как раз в этом и цель. Все, которые здесь, вот мы, часто было так, сидишь там с ребятами и смотришь, там, вот эта компания, та компания, блин, они такие, они такие, а как они это добились? Начинаешь копать, ну, сидишь, начинаешь ресерс делать, и у 90% там многих больших компаний, как и тракл, так и других, мы видим то, что это им осталось от их, от их предков, от родителей и от предыдущего сообщества. То есть, я к чему хочу сказать, у них была какая-то дорожка протоптанная и, слава богу, с правильным майнцетом они смогли это еще больше увеличить и развивать. Вот мы то же самое хотим сделать, мы хотим хотя бы протоптать траву, постелить какой-никакой там, не знаю, ковер, да, помягче, и чтобы наше, наше следующее поколение, будь то это наши дети или будь то это наши ученики, чтобы им просто было покомфортнее достигать еще больше. Мы ни в коем случае, по крайней мере, за себя говорю, я не хочу, чтобы мои дети выросли оболтусами, избалованными, у которых все это есть, постараемся так не делать. Я хочу, чтобы они зарабатывали, даже сейчас они уже начали зарабатывать на том, что они помогают по дому, кто-то это приветствует, поддерживает, кто-то нет, но это наши устои в семье, мы хотим, чтобы они изначально знали цену деньгам. Я горд тем, что мои пятилетние близнецы, у них есть условно 10-11 долларов, которые они заработали за несколько месяцев, помогая, идут в магазин, и они такие, я вот эту игрушку хочу. Я говорю, я тебе уже купил, это дополнительная игрушка, которую ты хочешь, хочешь, покупай на свои деньги. Там, конечно, другим языком разговариваешь, но он говорит, окей, и я ему говорю, окей, это стоит 10 долларов. И вот мой пятилетний Дэниел, он такой сидит, такой, не, дорого, и не берет. То есть он уже, он понимает уже то, что нафиг я столько вот работал, ради вот этой игрушки, за 10 долларов, не, не возьму, говорит. И если бы у нас такое вводили бы, я думаю, мы бы, наверное, больше ценили бы деньги, а не тратили бы кредиты гигантские на то, чтобы накормить половину деревни, которые все равно останутся недовольны. Это перегенджок, конфеты, там, не хорошие конфеты, не шоколадные. То есть ты тратишь 10-15 тысяч долларов, берешь в кредит, на какую-то небольшую свадьбу, чтобы накормить тебе большей части незнакомых людей, просто, потому что, к сожалению, так надо. Ну я, мне в прошлый раз в комментариях тоже залетело после Эльнуры, когда, это же наши обычаи, ну, ребята, обычаи у нас были и девушек воровать, без разрешения. Разве это хорошо? Ну сейчас, в нынешнее время, нет, нехорошо. То есть обычаи тоже могут меняться. Обычаи у нас были не зайти, не войти в долги и накормить. Обычаи были такие, что, колоннобар в усу, помоги ближнему, вот это хороший обычай. А, заходите, брать гигантские долги, потом ехать в Россию, чтобы это отрабатывать, потом семьи разводят, ой, это такая тема глубокая. Поэтому, надо обычаи менять, если эти обычаи неправильные. Да, ну, если смотреть с точки зрения, как сказать, культурного наследия, вот, кочевой философии, да, то больше же акцент делается на, так сказать, тонкие вещи, то есть, благословение родственников, именно пожелания, ну, приятных, да, то есть, дать тоже благодарность родителям, жениха, невесты, как бы, это более фундаментальное, а в данный момент больше мы придаём значение в форме, а не сути, да, то есть, как вы сказали, мясо, стол накрыть, там, если там алкоголь, то там такой алкоголь, люди там напиваются, ну, в общем, делают всё, но не самое основное, то есть, не дают благословения, люди вместе не формируют какое-то такое поле, в котором, как бы сказать, ну, такая энергетика, где она подпитывает, да, это всё, и в последующем тоже, как бота, благословение, оно помогает людям, как бы, идти, по дороге прямо, как бы сказать, ну, остерегаться тех или иных, как бы, ну, неприятных случаев, да, то есть, это, наверное, фундаментально, и со временем мы, наверное, забываем про это, и больше делаем ради формы, да? Ради формы, ради понтов, ради у кого больше мяса будет, ради у кого круче кортеж, который ты на день в аренду берёшь, платишь баснословные деньги, у кого круче ресторан, и певец выступает на, на твоём ужине. Слушайте, если у вас есть на это лишние деньги, пожалуйста, да хоть, там, как Джей Ло, по-моему, приезжала, или Риана приезжала, куда там, недавно у кого-то на свадьбе выступала, есть деньги, делай, но себя мучить, только потому, что Alien Date, надо прекращать, это почти на каждом подкасте говорю, и буду говорить, плохие привычки нужно, в этом, в этом, наверное, и наша сила, то, что мы можем отличить плохое от хорошего, и просто сказать, ребята, это плохой обычай, нам нужно искоренять, пытались несколько раз у нас ввести запреты на, на, на лошадь резать, да, да, чтобы не резали крупный рогатый скот, и так далее, определенное количество людей, в итоге, я не знаю, может, это сработало, я в какой-то степени, может, даже за, я не люблю запреты, но в какой-то степени, это, может быть, облегчило, и это стало кому-то такой отдушным, он такой думает, слава богу, этот закон вели, теперь не буду резать, если что-то скажут, я скажу, ну, закон же вели, таких тоже, наверное, куча ребят, которые нам установили, или мне дать тэп, они начинают в долги влезать, ну, опять же, это такая большая, обширная тема, но, посыл, посыл один, в конце концов, всем, всем вокруг вас, пофигу на вас, да, свадьба пройдет, мероприятие, все дальше, как бы, твоя семья, решай, тебе комфортно так, делай так, благословение своих родителей, конечно же, в здравом уме, да, но, башкларду, волевая, потому что, в таком потоке информации, все думают, что, прожектор на них светит, все вокруг смотрят, ой, что они скажут, всем пофигу, все, каждый, каждый занят своей жизнью, сегодня, пообсуждают вас, через 20 минут уже, новая новость выйдет, и все, дайте мне пищу для размышлений, да, так что, не парьтесь, относитесь к этому полегче, не нужно париться, как думаете, когда будет открываться, только они в Чикаго, уже в этом году, через, когда, через месяц, или когда, месяц, как называется, где сейчас, джом колород эти, а, да, о, вау, ну, хазан, хазан, ну, как мы буквально, недавно говорили, до этого, реально, в Чикаго, уже там, свыше 30 наших, кыргызских заведений, ресторанов, это только начало, да, у нас же, как, первый приехал, на такси сел, все, все таксисты, потом пошел на траки, все таксисты, пошел на айти, все айтишники, и вот рестораны, сейчас новая волна у нас, ресторанов, половина, к сожалению, я думаю, не выживет, это, год-два, как бы, норма бизнеса, останутся только сильнейшие, которые действительно это любят, потому что заниматься рестораном тяжело, это тяжелый бизнес, правильно заниматься, и вот, тоя хана откроется у нас буквально, как я уже понял, в течение месяца-двух, это, честно, это нужно, это нужно, наши здесь, когда хотят собрать, тоя хана же, это не только про, той, да, про свадьбу, это же и про плохие события, там, про похороны, поминки, и вот, иногда негде собраться, да, и, обычаи, обычаями, здесь, слава богу, никто в кредиты не влезает, чтобы провести, там, свадьбу, или поминки, но нам, нам уже нужно, общество уже диктует, то, что нам нужно, свой той хана, такой, ивент, плейс, и вот, скоро, рекламу вот сделаем, хазан, я там еще не был, но не открылись еще, дай бог, будет интересно, супер, по поводу заведения, бешкеки, заведения у нас гораздо круче, чем здесь, это же, конечно, и сервис, и сервис, и автомойки, автоспа, сервис, всякие там, салоны красоты, рестораны, кофейни, кафешки, у нас в Кыргызстане, гораздо лучше, чем в Америке, это вот, можете все, забыть про вот эти, красивые картинки, с фильмов, такие, конечно, хороший ресторан здесь тоже есть, но, туда не сможешь каждый день ходить, это действительно дорогие рестораны, куда и американцы, сами часто, каждый день ходят, это эксклюзивные места, а в целом, всем здесь пофигу, придешь в ресторан, где оставляешь, там, 200 долларов за чек, а могут просто стакан какой-то принести, треснутый с водой из-под крана, здесь в этом плане, и хорошо, и плохо, с одной стороны, хорошо, что люди не парятся, могут реально в кроссовках пойти, в спортивки, он говорит, какая разница, я же хочу кушать, что я должен одеваться, но, с другой стороны, плохо, что ценник, ценник все равно слишком задранный, за просто... Плюс чаевые имя. Ой, чаевые, это еще отдельная тема. Кстати, в Кыргызстане, как у нас сейчас чаевые имя? Обязательные? Я думаю, не так обязательные, но есть комиссия, который берет ресторан, то есть за обслуживание, как мы знаем, 15-20 процентов, но чаевые, в целом, я думаю, сейчас люди стали больше давать, то есть, ну, все больше людей путешествует по миру, смотрят, как бы эта культура, да, то, что чаевые, это приятно, если действительно человек, как бы, там, официант, человек сделал что-то приятное, ну, чаевые, целом, да, люди дают. Пожди, 15-20 процентов, это на обслуживание, и сверху чаевые? Да. О, вау, ну, там нет такого, как здесь, то есть, ты пришел, и у тебя есть выбор, то есть, типа, ты 15-20 процентов, 25 уже появилось. да. Ну, у нас, опять же, у нас же за обслуживание берут, за это, а что такое, я вот не понимаю, и логику ресторанов, я опять же до сих пор не понимаю, это твой сотрудник, почему клиент должен платить, ну, я честно, для меня, я сам работал здесь в ресторанном бизнесе, официантом работал, барменом, конечно, приятно было получать, типа, но я никак не понимал, если моя работа тебя обслуживает, почему ресторан за это не плачут, это то же самое, то, что я сейчас возьму, и на всех своих сотрудников повешу, типа, как ты ублажишь клиента, сколько он тебе даст, на это и проживаешь, ну, это такое, такая, тоже, такие будни, будни, будни хорека, ресторанов, кафешек, которые, мне не понять, азиату, там, в Кыргызстане не понять, и во многих странах азиатских, в Китае, в Японии, это вообще считается оскорблением, если ты оставил чаевые официанты, типа, ну, для них это унижение, типа, ты мне заплатил уже, что-то мне подачку свою даешь, не знаю, я, как я отношусь к чаевым, я, конечно, не знаю, оставляю, конечно, оставляю, но, всегда ли оставляю с желанием, нифига, не всегда. Оно больше обязывает тебя, да, больше даже иногда парит, да, интересно, всё-таки у нас культуры разные, ещё в чём, наверное, очень-очень разная культура, вот у меня сестра, сестра, кайнура, как раз все вместе же приезжали же, она здесь, на своей шкуре прям поняла, что в Кыргызстане всё так, слово, там, встречу назначают, первая встреча в 11, в 12, кафешки там открываются ближе к обеду, утром в 7 утра, вообще там в городе тишина, в то время, как здесь в 7 утра, ты уже, если ты в 7 утра встал, ты уже опоздал, ты уже опоздал, надо пораньше вставать, и вот эта размеренность, и дело не то, что здесь лучше или хуже, здесь по-другому, конечно, там, то, что мы дома, конечно, можно расслабиться, но иногда не понимают своих сотрудников, когда они начинают тормозить, когда они говорят, типа, да, вот нужно сейчас съездить туда, ну, наверное, на выходных съездим, я говорю, ехать 10 минут, у нас это здесь, ну, здесь мы полтора, в одну сторону съездить, что-то забрать, это нормально, а сотрудник такой сидит, говорит, да, я, может, на выходных постараюсь съездить, мы, допустим, у нас офис в центре где-то, там, в золотом квадрате, нужно съездить, примерно, на Оржский, я так, ну, на выходных съезжу, в смысле, сейчас съезжай, зачем на выходных, здесь находится, ценность времени, это же далеко, ну, по нашим меркам, это недалеко, мы каждый день здесь ездим, но если я езжу, там, 50-60 миль, это 100 километров, это как в Харабалту каждый день, просто утром встал, в Харабалту поехал и приехал, хотя мы и так работали, мол, влаги, но, да, отношение к работе здесь, ко времени совершенно другое, совершенно другое, ценность времени, совсем другое, и если вот говорить про вот эти расстояния, когда вот мы диспетчили, мы такие смотрим, Deadhead водитель, там, 50 миль, и такие, ну, что, 50 миль проехать, типа, там, груз взять, это, типа, вообще там фигня, столб, 150, но когда ты сам каждый день проезжаешь, 50-60 миль, это действительно так утомляет, на самом деле, в одну сторону 50-60, еще и застрянешь, если в трафике, это вообще удача вырваться, да, я говорю, здесь планируешь очень, планируешь по-другому, здесь не говоришь, сколько километров, здесь говоришь, сколько по времени ехать, как далеко, 20 минут, 15 минут, 30 минут, мы не говорим, сколько миль, сколько километров, все по времени, на самом деле, вот это я поддерживаю, потому что, в конце концов, можно вернуть все, кроме, даже в какой-то части, и здоровье можно вернуть, но не время, время упустил, все уже, оно уже не твое, поэтому нужно делать все, чтобы сэкономить свое время, вот как многие владельцы бизнесов не понимают этого, когда же приходят на консультацию, я им просто объясняю, ты потратил целый день на решение какой-то проблемы, ты это время мог использовать в разы, в разы, в разы эффективнее, ты мог это сделать, то, то, и в итоге результат был бы один и тот же, да, может, ты потерял бы чуть денег, наняв экстра человека, но ты же можешь сработать эти деньги за этот же период времени, вот мне спрашивают, почему у тебя столько ассистентов, почему у тебя столько помощников, ну, почему нет, да, это дороже, мог бы эти деньги в карман положить, но, я же это время не верну, вот я какую-то вещь, если я буду сам делать, ну, окей, я сэкономлю там, ну, окей, 100 баксов, да, какие-то условные, в карман себе положу, ну, ну, и что, зато вот это потраченное время я уже никогда не верну, поэтому ассистенты и здесь есть, и почти в каждом городе есть ассистенты, которые помогают решать какие-то проблемы. да, ваше время стоит дороже. Вот, стопуду, да, любого, честно, любого, ну, вообще, в плане, да, то есть, задачи, как бы, которые решаете вы, нежели сэкономить, то есть, 100 долларов, и, там, час-два, это, да, да, это стопуду, так есть, многие люди, когда, мы только приехали сюда, мы очень часто заказывали на, ну, на вынос еду, и они говорили, вот, это же дорого, я говорю, ну, мое время, пока я буду, это, идти покупать продукты, готовить, и так далее, просто, когда мы хотим, конечно, мы готовим, но гораздо чаще мы на вынос берем, потому что, опять же, время здесь очень дорого стоит, и нужно временем пользоваться правильно. Бывает ли, когда мы лентяне, просто лежу, ничего не делаю, стопудово бывает, сижу просто, опять же, с моим лучшим другом, с ютубом, в обнимку, сижу и изучаю какие-то, может изучаю, а может какую-то фигню смотрю, особенно вот эти шорты, я делился, это вообще, это жесть, как залипнешь, и ты не знаешь, там нет уже, там нету логического начала и конца, это бесконечное вот это листание, тоже жертва этого, поэтому, телефоны все стоят на беззвучном, все уведомления выключены, лично у меня в телефоне, чтобы ничего не отвлекало, один тоже такой лайфхак, наверное, многим, у кого, кто устает от сообщений, особенно, открываешь телефон, и мучить, ладно, открываешь телефон, там у него там 15 тысяч сообщений, каких-то ненужных, я говорю, нафига, это же засоряет, в рыбе все уведомления, когда тебе удобно, когда тебе нужно, ты зайдешь в Инстаграм, когда тебе удобно, зайдешь в Твиттер, экс сейчас, да, и так далее, но не так, чтобы он забирал у тебя твою свободу, и вот только есть на, в Телеграме включены уведомления, на почте, и в принципе все, остальное все выключено уведомления, поэтому могут днями не читать, я хочу сам контролировать, иначе ты просто не вылезешь с этого телефона никогда, и начинает, честно говоря, меня начинает подбешивать это, мне самому даже, я пытаюсь, тяжело. Ну, если поговорить про вот соцсети, уже как год вы ведете свою страницу активно, да? В Инстаграме? Да, активнее стал. Как ваша жизнь поменялась в том плане, что вы же стали транслировать свою жизнь, лайфстайл, да? То есть, как вы изначально видели именно эту же трансляцию, чем вы будете делиться, и вот спустя год, то есть, что интересного, да? Головника больше стало. Надо как снять, о чем снять, как отредактировать, надо выложить, блин, я два дня уже не заставлял, ну, головника, конечно, больше стало, потому что я не веду так активно, как я хотел бы, ввиду там времени нету, лень, как ей надо срабатывать, но меня, меня одно удивило, и тогда я, кстати, четко понял, что какие-то вещи, которые настолько банальные могут быть для меня, типа, думаю, как ты можешь это не знать, или типа, это же логично, многие вещи, многие люди не понимают, или не знают, и то же самое работает наоборот, и какие-то вещи, которые, допустим, для Теймера, какие-то будут вещи, просто, типа, логичные, все вокруг знают, а вот ты сейчас через соцсети расскажешь, или вообще мне расскажешь, я буду сидеть думать, а, вау, это что-то новое для меня, и когда я почувствовал то, что люди начинают опрещать, и просить больше, какой-то отклик есть, почаще об этом пишите, почаще то делайте, или делайте так, или когда на самом деле, потом при встрече говорят, о, вы вот так вот делали, мы тоже так начали в семье делать, или мы тоже начали с детьми так делать, или в бизнесе, вот эту отдачу получаешь, только думаешь, а, оказывается, ну это не просто сидеть и рилсы нарезать, пять лет назад кто-то мне сказал бы, а я до сих пор себя блогером не считаю, но пять лет назад кто-то сказал бы, Тима, ты будешь блогером, я скажу, дурак что ли, какой блогер, что мне делать нечего, это он, пусть они там тиктокеры делают. Мы будем собирать блогеров, да? Да-да-да, а сейчас сижу, прям я сижу, там фильтр выбираю, я что-то там сижу, режу, насколько получается, именно потому, что какой-то фидбэк есть, то, что кому-то это полезно. Ну, и вам самим становится более интересно, проявлять креатив, творчество, и что-то такое делать, интересный контент. Стопудово, это ты по-любому думаешь, как снять, но все равно это надо стуком учиться, а для тебя стуком научу. То есть перфекционизм, который внутри есть, он постоянно хочет как-то все сделать лучше, лучше, да, и это тоже какое-то самоедство может быть, то, что вот не так, как хотелось, да? Оказалось, а в итоге, оказывается, еще лучше залетает то, что на пофиг, на пофиг, снял что-то здесь, кружка валяется, там носки валяются, вот снимешь, и она залетит. Когда пытаешься все косяки исправить, и все идеально сделать, люди чувствуют, люди чувствуют, отрушенный контент, он всегда, как бы, да? Так что, скоро будете вообще меня в майке такой видеть. Скоро мемы, мемы, да? Скоро пойду. Почему бы нет? Но, и социальные сети, кстати, чем помогли, по крайней мере, мне, тем, что смог нарастить хорошую аудиторию, которая, опять же, имеет общие ценности. Это очень важно было, потому что, опять же, столько новых людей узнал, столько нового для себя узнал, и, ну, если честно, конечно же, это бизнес тоже помогает. Что не говори, брендинг бизнесу помогает хоть как. Вот буквально мы на прошлой неделе открыли новое направление, это клининг, да, клининг сервис, не было нормального клининг сервиса, у меня дома постоянная проблема была, кого-то зовем убираться дома, то не вовремя приходят, то плохо убираются, и в итоге просто решили открыть свой клининг сервис, чтобы многим нашим ребятам тоже помогали. Во-первых, мы даем работу нашим же ребятам, кто приехал сюда, пока без документов, или без знания языка, они могут устроиться на работу сразу к нам, и, во-вторых, есть куча людей, которые ищут такой сервис, где люди честные предложения есть, да? Сто пудовое есть, поэтому этому тоже помогает брендинг, инстаграм и все остальное. Гораза больше проблем решается через соцсети, там, найти кого-то, найти что-то, как раз, залегче. Ну, то, что вы начали развивать свой личный бренд, и, как бы сказать, показывать свою жизнь, где у вас столько много проектов, люди стали больше вовлекаться, стало интересно, правильно, и это такой мультипликатор, да, который стал, сто процентов, сто процентов стал мультипликатором, помог, и ты же каждого не будешь ходить и рассказывать, чем ты занимаешься, ну, устанешь себе это рассказывать, и можешь что-то пропустить, или могут люди просто думать, что ты сидишь, хвастаешься, но когда ты просто начинаешь делиться, честно говоря, бывает, у всех только бывает, что-то снимешь, потом хочешь, ты выстоишь, потом думаешь, блин, то что подумают, или подумают это, и такой, не буду выставлять, на самом деле, надо быть настоящим, и я тоже на соцсетях не такой настоящий, как я есть, честно, признаюсь, какие-то все равно, все мы, фильтры меняешь, фильтры меняемые, мультяшные, слишком красивые, все равно пытаешься что-то там красиво сделать, я раз что-то в машине сижу, включу камеру, смотри, сзади где-то пиджак лежит, блин, поворачиваешься, пиджак уберешь, думаешь, чтобы красиво было, такое в любом случае есть, такая эстетика, перфекционизм, но правила, как у Меранту сказал, чем проще, тем просто легче, человек просто себя в тебе видит, такой, о, оказывается, наш человек, да, то есть, ну, все такое, ну, тогда, вам хочется, как бы, делать больше контента и меньше заморачиваться, да, как бы, наверное, да, я вот слишком часто парюсь, он слишком много планов, надо сделать, надо сделать, и то камера не та, ой, сколько камеры у меня, столько микрофонов, столько всего, чаще всего дня я не стал, все равно на телефон все снимаю, чаще всего, поэтому надо просто делать, кстати, про, просто делать, часто замечал за собой, что через какое-то время у меня гложет какой-то стыд или какое-то разочарование, что надо было это начать пораньше. Многие бизнеса, которые открыли, я думаю, надо было чуть раньше открыть, когда я об этом думал, а не вот это время упустил. И сейчас стараюсь почаще прислушиваться к себе. Я прям иной порой иду и ловлю себя на мысли, что хватит откладывать, просто иди и сделай. И все, что можно сделать, вообще правило такое у меня, все, что можно сделать меньше, чем за пять минут, я стараюсь сделать сразу же. Все, что занимает больше пяти минут, я уже по важности раскладываю. Но если три, четыре, пять минут займет, то лучше сразу сделать это. Просто гораздо легче. Ответить на сообщение, принять какое-то решение, если это короткое или что-то надо сделать, то лучше сразу. Раньше у меня было так, в порядке очередности, типа кто первый обратился или какая первая проблема пришла, как-то в порядке очередности. В итоге фейлнуло, не сработало, иногда упускал возможности. Ой, много было упущенных возможностей, потому что я вовремя не среагировал. Тоже научились теперь реагировать побыстрее. Такое тоже бывает. Знаете, вот сейчас в какой-то меньше словил себе, что как будто надо задать какой-то вопрос, но в голове нет какого-то вопроса, да, и может вам есть что-то сейчас сказать или поделиться. Я на самом деле аудиторию вашу плохо знаю, кто ваша аудитория, но я уверен, что все равно это где-то. Все мы, ребята, которые смотрим поучительные или образовательные, или жизненные подкасты, у нас все равно что-то общее есть. И говорить можно, конечно, много о чем не рассказать, много чего, но, наверное, посыл вашей аудитории будет такой. Если у вас действительно… Если у вас есть мечта, то разложите пошагово, как вы к ней дойдете. Если у вас нет мечты, то возьмите достаточно на себе времени, чтобы создать какую-то мечту. И опять же, я не говорю про материальное, я не говорю про Бугатти, ракеты и так далее. Про то, где бы вы хотели оказаться через пять лет. Вот раньше казалось таким, таким Камиль Фуда уже, когда спрашивают, где ты хочешь себя видеть через пять лет. Все поголовно везде задавали этот вопрос, или через три года, говорили через десять лет. И люди начали отвечать просто машинально, даже не подумав. Когда я себе ставлю цели, я всегда ставлю цели на три-пять лет, и потихоньку начинаем уже к ним идти. Так вот, в чем совет зрителям? Надо к чему-то стремиться. Просто так жить. Сегодняшним днем классно, может быть, романтично, да? Я живу сегодняшним днем, мы не знаем, будет ли у нас завтра. В реальности, ты на следующий день утром просыпаешься и такой думаешь, блин, надо было это вчера сделать. Но когда ты имеешь план, когда ты знаешь, куда ты идешь, тебе просто гораздо легче. Такой компас по жизни, будь то это твои отношения семейные, будь то это твое хобби, увлечение или твой бизнес. Просто поставьте себе направление, цель и разделите ее на несколько задач, чтобы легче добиться. Причем я не говорю про бизнес, я говорю про любые цели. Хотите улучшить свое здоровье, хотите выучить новый язык, новый навык, поставьте себе большую цель и разделите все это на задачи. Потому что, в конце концов, со многими ребятами, с которыми мы общаемся, они именно вот этот момент и упускают. Они слишком далеко в облаках летают или хотят за все одновременно взяться, не понимая, что именно наш мозг так настроен, что мы не можем многозадачностью заниматься. Мы должны сесть, потратить время на обдумывание и пошагово заниматься достижением этой цели. Так вот, вашей аудитории, наверное, пожелаю именно этого. Поставить цель, расписать задачи, как я могу к этому дойти. Причем это может быть любая вещь. Потерять 20 килограмм веса лишнего или накачать мускулы, открыть бизнес, выучить французский, неважно. Главное, имейте цель. Добились, ставите следующую, добились, ставите следующую и жизнь станет гораздо интереснее. Все, которые ноют, все, которые оставляют плохие комментарии, все, которые вечно чем-то недовольны, всех винят, как раз имеют свою общую черту в том, то, что у них нет никакого желания стремиться, у них нету цели. Была бы цель, у них времени не было бы сидеть, что-то там, болтать и вставлять палки в колеса. Если мы все займемся своим делом, просто будет насыщенная жизнь. Офигенно. Все будут счастливы в какой-то мере. Да, стопудово. Так что, наверное, вот такой вот совет вашей аудитории. Спасибо. Ну, в целом, знаете, если говорить про аудиторию, то мы больше смотрим на точки соприкосновения, и, как бы, в целом смотрят кыргызы с разных, там, точек земли, потому что мы говорим про традиции, обычаи, про то, как, ну, быть современным кыргызом, условно, кыргызстанцем, да, и при этом, как бы, не потерять связь с корнями, с тем, что, как бы, ради чего, как бы, защищали, да, территорию, земли, горы, потому что, приехав в Америку, сильно скучаешь по природе, которая наполняет, даёт силы, и вот это, наверное, тоже немаловажно, сохранить то, что есть, и также при этом приумножить это, и, видев кыргызов в Америке, как бы, ну, есть разные, есть те, кто в исламе, есть те, кто, скажем, такие более... Балконские. Балконские в том плане, что я забыл термин, когда человек верит в Бога, но он не придерживается агностики, то есть есть агностики, есть те, кто, скажем, ну, там, не религиозные, да, но всех их объединяет то, что все мы, как бы, там, в какой-то мере кыргызы, и когда что-то там происходит, события на Баткене или какие-то проблемы, когда ковид, да, то есть все объединяются, то есть это настолько синхронизировано без какого-то уведомления, что это настолько все работает без каких-то там указаний, задачей, это то, что у нас заложено, и наша задача просто грамотно направлять в созидательное русло и делать больше хороших вещей, и это то, чем вы тоже занимаетесь, помогайте здесь ребятам, разные профили бизнесов, консультируйте на бизнес-клуб, про семейные ценности, про то, чтобы оставить после себя след, но самое главное, наверное, быть счастливым, да, то есть можно много что делать ради других, а что делать ради себя? Да, я думаю, кстати, вот насчет счастья, да, слово последнее было бы счастливым, никто и ничто вас не сделает счастливым, кроме вас самих, любая машина, любой дом, любые деньги, любая жена рядом, хоть кто, счастье в себе, счастье в самом человеке, каждый сам знает, что для него является счастьем, только он может себе это обеспечить, и не живите чужими мечтами, не живите по шаблону, не пытайтесь стать кем-то, сразу заметно, честно, сразу, фейковых людей сразу заметно, всегда есть умнее, сильнее, лучше, чем любой из нас в чем-то, поэтому хватит думать о людях вокруг, он мне должен, она мне должна, они мне должны, сначала сами себе разберитесь, что я вас делаю в числе, может, вы будете счастливы, рисуя картины, может, вы счастливы, работая барменом, кстати, я был счастлив, когда я работал барменом, офигенная работа была, столько людей новых, вообще проблем нету, пришел, отработал, ушел, тоже в какой-то степени счастье было. Проблемы у тех, кто... Да, проблемы у тех, кто приходил, но счастье такая уникальная вещь, которая может меняться, то, что для меня была счастливой жизнью 10 лет назад, сейчас может быть уже другое, и это нормально, ненормально думать, что вот есть одна какая-то планка, и все, для всех она одинаковая, это очень ошибочно, это как раз то, что нами пытаются через соцсети, интернет, и через пропаганду впихнуть, то, что все должно быть вот так вот, нифига, каждый делает то, что хочет, главное, есть такой хороший принцип, означает никому не навреди, ну и не поддавайся, не делай так, чтобы не позволяй другим людям пользоваться тобой, что ли. Ну, прямой перевод, наверное, чуть более такой грубый будет звучать, но элементарно, не навреди, и элементарно, живи своей жизнью. Так что, вот так вот, Мирон. Супер, и последний такой вопрос интересный, Тимур Теленов будет ли он, скажем так, мэром, конгрессменом, есть ли планы и пойти именно в общественную деятельность? Блин, знаешь, я не верю случайности, это настолько часто начали спрашивать, буквально, буквально, от Айнура, моя сестерка смотрит, она знает, что две недели назад одни из высоковыставленных людей, как раз об этом спросили ее, нет ли у Тимура таких планов. Честно, планов нету, сейчас, я не знаю, что будет, я не говорю, я никогда не стану, может, потом поменяются планы, сейчас нет желания вообще. С одной стороны, хочется, блин, да, я туда пойду, поменяю, я же себя знаю, да система меня просто съест и выплюнет, система такая вещь, самых-самых крутых людей она просто ломала, потому что, на то она и система. Когда у нас будет, наверное, достаточное количество единомышленников и людей, где мы сможем все вместе сообща, что-то поменять, наверное, уже придет то время. Желания сейчас никакого нету, мы можем это и без каких-то званий, и без каких-то должностей, да, регалий это все делать, и, честно говоря, даже легче. Это и делается, да. Это и делается, и плюс это легче, ответственности меньше. Когда человек получает власть большую, у меня власти большой не было, я не знаю, как я себя поведу. Все мы думаем, все, которые сейчас берут взятки и делают левые движения, вы что думаете, они знают? Вы думаете, их дети такие осуждают, папа, блин, ты опять взял взятку? Нет, у них все в их реальности это нормально, типа, слушай, я же взял, зато я столько это сделал, не я бы другое взял бы. Ну, все любят себя обманывать. Вот я не знаю, что будет со мной, если у меня будет какая-то власть конгрессмена. Я, конечно же, в голове и в сердце думаю, что я 100% буду делать все правильно, да, фиг его знает. И у меня нет такой власти, и поэтому я хочу быть к этому готов. Сейчас я не хочу, значит, я еще не готов. Когда я буду готов, может, тогда я захочу. Пока что планов нету, цель не власть, а цель делать добро. Служение. Там недоброжелательные куча будет, даже сейчас есть у нас у всех какие-то нелюбители. Честно говоря, даже с этим тяжело. И плюс к тому же политика очень сильно отличается, и она очень далеко стоит от благородности очень далеко. Ты думаешь, вот я буду политиком, я буду конгрессменом, буду помогать людям. У тебя вся твоя работа будет связана с политикой. И минимальное количество времени будет потрачено на хорошие дела. Все, кто не смотрел фильм, вернее сериал «Карточный домик», «House of Cards», кстати, я вот буквально в воскресенье начал смотреть это снова, на второй серии. Вообще, кажется, я уже забыл, что там было, заново смотрю. И это идеально описывает любую политическую систему в любой стране. Где у верхушки, вот такая идея, блин, там какое-то волнение началось, чтобы заработать очки, нам нужно что-то хорошее сделать. Я сижу такой, думаю, я в шоке от этого, поэтому туда точно не тянет. Но, еще раз говорю, будут рядом ребята, я один в поле не воин, будут рядом ребята, с кем мы действительно что-то можем сделать. Кстати, в Кыргызстане таких ребят очень много. Мы можем объединиться, у нас такие планы есть у пяти-шести наших ребят здесь. Может быть, в будущем что-то хорошее сделаю. Но к этому мы должны приготовиться, я хочу к этому подготовиться основательно. Поэтому это как раз подталкивает правильную жизнь жить, чтобы за тобой потом не начали выходить какие-то скелеты в шкафу. Какой-то образ, когда… Чем больше ты выходишь на публику, тем больше ты на самом деле сковываешь себя. Ты уже не можешь там появиться, здесь появиться, ты уже думаешь, блин, там меня знает, здесь знает. И иногда мне наоборот хочется почаще выходить, чтобы где-то приструнивать себя. У всех бывают разные желания, у всех бывают разные какие-то косяки. И именно тем, что ты открыт, как раз парадокс, ты начинаешь сужать свои какие-то шаги. Шаг право, шаг влево. Поэтому я все больше и больше наоборот хочу открытым быть. Так что, не знаю, посмотрим. Время покажет? Время покажет, да. Главное, чтобы все здоровые, как бы, есть ради чего жить, да? Сто процентов. В любом случае, да. А так, как бы, делать движение ради движения, да? Движение ради движения. И если у вас, у любого из вашего зрителя, или если ваши зрители знают кого-то, у которого нет цели в жизни, который вечно жалуется, что-то такое, самое лучшее советуемое, как я уже говорил, найди цель в жизни и просто иди и делай. Наверное, будет легко, сейчас кто-то скажет, тебе легко, говорит, ты там сидишь, все хорошо. Во-первых, может не так хорошо, как вы думаете. Как раз таки наоборот, вот это тоже один из важных моментов. Те, кто там, и вот на них маркетинг очень сильный же, получи визы. То есть, начиная от визовых агентств, то, что вот американская мечта, все это, там они живут, все у них прекрасно, но картина вообще другая. Тут люди просто пашут, чтобы закрыть свои расходы базовые, оплатить кредиты, и это тоже, да, такая обратная сторона. В гостях хорошо, а дома лучше. И мы точно вернемся домой. Планы, желания. Я хочу провести свою старость. Много раз говорил об этом еще раз, скажи. Хочу провести свою старость дома. Просто такой момент сейчас, что я здесь, находясь здесь, и добившись чего-то, смогу гораздо больше принести пользу домой. Когда уже это начнет иссякать, или когда я уже пойму, что я больше не выношу, то вернусь домой, и на местном уровне что-то буду делать. Пока от Тимура, который сейчас был бы в Кыргызстане, я уверен, что я что-то хорошее тоже делал бы, но сейчас от меня гораздо больше толку здесь. И какой-то момент уже поменяется местами, и мне нужно будет самому, по моим желаниям, быть уже в Кыргызстане. Я действительно этого хочу, по дому скучаешь сильно, но знаешь, что не все всегда так легко дается. В плане того, что сейчас, окей, мы можем поехать домой. Были такие моменты, мы такие, все, поехали домой, дома будет классно. А потом сидишь, думаешь, ну окей, хорошо, снова же побежим куда-нибудь, исполнять какие-то свои мечты и желания. Поэтому, ребята, не отчаивайтесь, не надо рыпаться в Америку, то что, ой, там все маслом помазано, нифига. Уверены в себе, с планом идите сюда, совершайте, делайте красиво. Десять лет назад было совсем по-другому, Америка была другая. Уже точно другая. Сейчас через десять лет еще, которые только приехали, скажут, блин, Америка была другая. Так и всегда, так и везде. Просто не нужно, как бараны, ехать за одним и сказать, все, там офигенно, хорошо. Трава всегда зеленее у соседа. У нас в Кыргызстане есть тоже куча крутых возможностей. Если кому-то интересно, у кого-то какие-то есть классные планы, не хватает наставничества, или инвестиции, но если действительно план хороший, не просто там открыть контейнер на дурдоиды, или открыть кофейню, а что это действительно полезное, то обращайтесь, оставим контакты внизу, обращайтесь. Мы очень часто об этом говорим. Каждую неделю какие-то бешкекские проекты мы поддерживаем. Да, на самом деле, с самого начала, когда вот мы… Ну, наше знакомство произошло, когда я работал диспетчером, и у меня был момент, что я уже сомневался, буду ли я работать дальше или нет, и я тоже подал на вакансию, которая была в ITM Group, когда мы первый раз с вами созвонились, поговорили. Был такой, знаете, приятный разговор после всех тех разговоров, которые были у меня с другими людьми, да, на самом деле. Ну, это как оно есть, признаюсь. Но после уже, то есть я хотел сложить руки и найти какие-то другие варианты, и я как бы там с разными говорил, но потом мы такие подумали и решили вот запустить комьюнити, ассоциацию, и потом мы с вами связались, вы тоже поддержали ассоциацию и до сих пор поддерживаете, как бы. Так что думаю, впереди много общих, как бы сказать, таких интересных проектов. Пусть все это будет как бы во благо для каждого. Так что спасибо вам большое. Спасибо, Миран. Увидимся. Да, и три подкаста, которые вы хотели порекомендовать для зрителей. Да, я сейчас, опять же говорю, из-за того, что они все... У меня вообще, кстати, фиговая память на название книг, на авторов. Я сейчас... Мы оставим это все. Да, в конце мы дадим обязательно ссылки. Может, вам они залетят, надеюсь, залетят. Но надо смотреть эти подкасты в тишине, что вас ничего не отвлекало, и обязательно с блокнотом и ручкой. Потому что там есть настолько много информации, которую вы, наверное, в MBA не получите. Поэтому рад поделиться. И надеюсь, этот подкаст тоже будет для кого-то очень полезный. Боишься. Чем рахмат. Барбов, нуздар. Всего доброго. Пока. 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 Продолжение следует...